Работа с исторической памятью Это сели сюжет под таким названием, который был сделан детской медиашколой ОМ в январе 2017 года и вызвал очень неоднозначную реакцию в обществе, поскольку вроде бы такой небольшой камерный ученический выпуск теленовостей оказался весь заполнен таким, как его назвали, блокадным позитивчиком. И у людей, которые плотно работают с темой блокады, это вызвало очень сильное отторжение. Мы пригласили сегодня руководителя этой детской медиашколы и общественность, педагогическую общественность, музейных сотрудников, библиотекарей, учителей самых разных предметов. Мы попробуем пообсуждать, как появилась идея такого нового формата разговора о блокаде и каким результатом она привела. Второй проект, о котором мы будем сегодня говорить, появился в самом конце 2016 года. Это книга Юлия Яковлева «Краденый город», которая вышла в издательстве «Самокат» в рамках серии «Ленинградские сказки». И здесь тоже попытка говорить с современными детьми на их языке, на языке фэнтези, на языке гротеска, но говорить вот на такую сложную вроде бы тему, как блокада. Вот мы попробуем эти два проекта сегодня посмотреть и поговорить о том, зачем они нужны, какие новые смыслы, если они есть, появляются при работе в таких новых формах работы. Вот такой проект появился в нашем городе. И понятно, что у многих людей, которые давно работают с темой блокады, произошел такой разрыв шаблона немножко. То есть кадры, которые мы привыкли видеть фотографические или музыкальные, или еще какой-то в одном контексте, здесь представили совершенно в другом контексте. И понятно, что вот такое разрывание болезненно, и мы бы хотели сейчас поговорить с помощью ваших вопросов, ответов, каких-то дискуссионных форм, как это появилось, зачем это нужно. Для меня самый главный вопрос, что это дает, что это дало детям, которые участвуют в проекте, участвовали в этой работе. И понятно, Елена Николаевна об этом несколько слов уже сказала, что прошло много-много лет со времен блокады, и люди, которые сейчас работают с детьми, далеко не всегда являются свидетелями тех событий, далеко не всегда могут говорить о блокаде, и так, как говорили еще 20-30 лет назад, непосредственные участники говорили своего собственного опыта. В любом случае, молодые педагоги, да и очень молодые, среднего возраста, имеют уже какой-то другой взгляд на эту тему, а еще, соответственно, новый взгляд приносят дети, которые вступают в эту волну и тоже начинают как-то размышлять и думать. И вот насколько появление новых форм, которые мы, например, сейчас увидели, формы телевизионных новостей, насколько она меняет смысл нашего разговора о блокаде, зачем мы это делаем и каких целей достигаем. Давайте я, наверное, сначала вас попрошу на этот вопрос ответить, а затем все желающие могут высказаться, задать вопросы, прокомментировать, как пытаться подискутить. Да, ну я лишь первое скажу, что, во-первых, это как бы учебная работа, и наша программа обучения построена таким образом, что каждый месяц мы меняем форму итоговой работы, и итоговая работа – это проектная деятельность какая-то, и вот данный проект был в блоке тележурналистика, когда ребята работали с информацией, работали с источником, находили эту информацию, как-то перерабатывали с ней, работали. Ну вот, а почему именно блокада возникла, расскажешь Женя. Да, Максим начал с того, что мы с детьми вышли с каникул, начали говорить про блокаду, и в какой-то момент о детях, а у нас очень такая свободная форма общения, ребята очень часто делятся с нами иногда такими вещами, которые они иногда, ну, педагогам в школах, понятно, не скажут, но иногда и родителям тоже будут, потому что просто с ними об этом, может быть, не говорят, или просто эта тема не возникает. Они поделились с нами тем, что они немножко устали от этих месячников блокады. Вот они рассказывали, и ребята там от 10 лет, в этой работе принимают часть ребят с 10 до 16 лет. Они говорили о том, что мы прекрасно понимаем, что, наверное, это нужно, это отчетное мероприятие какое-то, как же школа не может его провести, но мы уже немножко не можем, то есть мы видим каждый год одно и то же. Это, да, понятно, очень такая, как сказать, ну, это какие-то стихи, это какие-то классные часы, это примерно одна и та же информация, это набор определенных каких-то там шаблонов, да, фактов, связанных с блокадой, собственно, на этом все. И они, как видели, и сейчас еще раз, да, ни в коем случае не выкрою к никому, они говорят, что, видимо, мы видели, что для учителей это своего рода отчетность какая-то. Ну, и мы воспринимали, соответственно, это так же. Тогда мы просто начали с ними говорить, вы знаете, есть разные формы вообще, можно в блокаде по-разному узнавать, смотреть, давайте мы с вами вот посмотрим, например, вот мы, большие поклонники Екатерины Гордеевой, тележурналиста, давайте посмотрим с вами телевизионный фильм «Голоса». Я помню, какое у меня там в свое время вызвало отношение, хотя я не из Петербурга, но ребята тоже почему-то не, как-то не отозвалось, они немножко даже, можно сказать, засыпали. И мы решили показать точно всю правду и показать первоисточник. И повели ребят на киностудии документальных фильмов «Линдок», где показывали лозницу блокаду. И вот тогда ребята вышли уже другими. На этот показ мы позвали с собой и взяли маму и папу. А с этого вышли? Ну, конечно. Маму и папу были вместе с детьми, и мы вместе сидели в зрительном зале и смотрели. И мы видели реакцию ребят, и видели, как они это все переживают. А дальше, тут же, выйдя из зала, мы подробно разговаривали с ними, что они увидели. И поняли ли они все, что там, кто идет первый по Невскому проспекту, кто эти люди. Подробно стали обсуждать. И поняли, что им очень трудно говорить об этом. И они посмотрели такой экшен, такой ужастик, который обычно видят в кинотеатре. Но так как в этом ужастике главные герои, знакомые улицы, дома, и все это рядом. Ну, ужастик я утрирую. Мы сейчас говорим словами детей. Да. Мы не с вами. Конечно, у них стали возникать вопросы, где конкретно то или другое событие происходило, и где главные герои, что произошло. И мы стали очень подробно эту тему обсуждать. И мы видели, как они реагируют на не совсем, да, такие приятные для нас, для нашего глаза кадры. Многие ребята действительно пытались полностью закрыть глаза. Кто-то отворачивался, кто-то выходил прямо из зала. И поэтому мы приняли решение, что мы возьмем эту тему. Ну, во-первых, мы уже приняли решение, что мы возьмем эту тему, которую будем разбирать. Но мы постараемся не говорить и не обсуждать. Ну, во-первых, пытаться отказаться от штампов, которые связаны с блокадой. Вот мы говорим про одни и те же события чаще всего. Извините, пожалуйста, я перебью. А вот что вы имеете в виду по штампам? То есть, вот что говорят ребята о штампах? То есть, это что? Какой набор? Можете воспроизвестить? Штампы это имеется в виду? Нет, воспроизвести. Какой набор штампов, которые надоело? Что там из самого первого? Это хлеб, это метроном. Это бадаевские склады. Невниктанин Савичева. Саня Савичева, да, это вот сразу. То есть, голод, холод. Вот самый первый пласт, который там приходит на... Мы понимаем, что здесь мы тоже ни в коем случае не избежали. Там Шостакович и так далее. Но Шостакович вообще, нам кажется, это больше символическая история, чем... И дальше, после просмотра этого фильма, каждый из ребят должен был на следующей нашей встрече занять и рассказать историю про связанство со своей семьей, потому что все ребята петербуржцы, практически все. И половина из них живет в центральной части города. Там, конечно, есть всем, что было рассказать. Когда одна из наших учениц говорит, что я живу в том доме, где жила наша бабушка, и над моей кроватью, где я сейчас сплю, упала бомба, тогда наш разговор уже поменялся. И мы решили поиграть в эту некую игру, так как у нас идет сейчас такой блок тележурналистики. Давайте попробуем представить, что новости и журналисты, и новости такие, какие мы видим сегодня, были бы в блокадный Ленинград. Какие они бы были? Надо понимать, что мы здесь не первые открыватели этого формата. Если известно, вот есть такой проект 19-17, его запустил Михаил Цыгарь, они сейчас, условно говоря, в режиме реального времени транслируют то, что было сто лет назад. Да, и точно такой же мы наблюдали, как включение, условно говоря, breaking news, когда, условно говоря, пропал Распутин, его убили, вот ведущая в кадре рассказывает о том, что идет следствие, непонятно где он это. Да, и это мы понимали, что если, ну, то есть мы увидели, что этот формат есть, и поняли, что он, нам показалось, что в этот момент он приемлем. Ну, это такой некий эффект онлайн, да, вот как будто я вот здесь и сейчас. Был произведен отбор событий, ребята, каждый из ребят предложил пять тем, которые бы они хотели включить в выпуск новостей, потом каждый эти пять тем защищал, да, ребята отбирали эти темы, и они сами совместно приняли решение, так как есть ребята, которые действительно очень, ну, во-первых, мы говорим про, вот если 10 лет, это четвертый класс. Многие ребята очень трудно принимают информацию негативную и видят кадры, да, что-то, поэтому мы приняли единогласное решение, что мы откажемся говорить про трупы, про смерть, про холод, про взрывы, и постараемся... Ну, самое страшное такое. Да, самое, вот все страшилки постараемся убрать и посмотреть, а как вот обычный человек жил в городе, в котором блокады, вот что было вокруг, что вот рядом было с ним. Ну, сразу из этого родилась мысль о том, что и как-то мы с ребятами все вместе к этому пришли, мы говорим про город, который, несмотря ни на что, да, на всех условиях, он пытается жить, пытается быть обычным городом. Горожане изо всех сил стараются быть обычными горожанами, да, и тут вроде это преподносится легко и приятно, но при этом ребята все понимают, насколько больше сил было затрачено на то, ну, они понимают, почему футболисты, они понимали, когда они готовили материал про футбол, почему футболисты действовали аккуратно. Просто они не говорили это в кадре, но они это понимали. Они же писали этот текст, они же с этим работали. Ну, а потом второй такой этап, это когда уже идут сами съемки, и ребята работают непосредственно с источниками, вся всемирная паутина перед их глазами, газеты, книги, домашние фотографии, истории из дома, и потом они выезжали на сами там места событий. И, конечно, ну, это такой некий квест, по-другому говоря, да, только у меня в руках еще есть камера, и мне нужно рассказать о том месте, в котором я сейчас нахожусь, что было там 70 лет назад. И вот так рождалась эта история. Нам очень часто говорят о том, что вот в этом выпуске есть налет такого правильного телевидения, или вот в самых лучших красках представлено телевидение, которое бы, может быть, сегодня работает под такой же схеме, когда мы не знаем о том, что толпы людей выходили 26 марта на улицы города. Ну, то есть телевидение что-то недоговаривает, да, или как-то немного искажает информацию. Таких примеров очень много. И нам часто говорят, что вы делаете то же самое, и детей учите тому же. Нет, такого не происходит. Это просто вот в данном случае, так как мы понимаем, что здесь стоит работа за каждым ребенком, поэтому для нас здесь важен не столь как бы вот этот финальный результат, а нам важно, что произошло конкретно с каждым нашим учеником. И здесь была проделана большая работа. А потом мы знаем, что они смотрели ведь это не только, мы это посмотрели в школе, и обсудили, и проанализировали с точки зрения, как это сделано, с точки зрения информации. И мы знаем, что все посмотрели дома совместно с семьей, все отправили бабушкам, дедушкам, кто-то отправил своим родственникам, и мы знаем, что эта тема вокруг их семьи стала, ну, они стали об этом говорить, да, и дети стали задавать вопросы мамам, стали задавать вопросы бабушкам, и для нас это было важно. Ну, то есть мы специально там отказались от того, что мы не будем приглашать блокадников, мы не будем приглашать ветеранов или историков и учителей, это делают и без нас. Вот. А нам важно было, чтобы дети, ребята сами захотели, сами пойти к ним, сами хотели это узнать. И нам кажется, что это удалось, потому что вот одна из главных задач журналистов, все-таки, когда ты пытаешься найти правду, ты пытаешься найти информацию, сопоставить разные мнения, и ребята эту работу сделали. Спасибо. Да, если есть вопросы, мы можем ответить. Да, давайте коллеге, может быть, комментарии какие-то. Позже у вас. Ну, лучше, если вы представляетесь, да. Я специалист, специалист общественности в Музее обороны Блокона Ленинграда, как раз у меня есть один вопрос. Несколько раз прозвучала аналогия с проектом 1917 и так далее, но в этом проекте нету одного дня. По какой причине было собрано все, а не один день тогда бы, исходя из того, что мне показалось, возможно, у вас есть свои мотивы, была бы отражена более полная и всесторонняя картина, а им позволило бы уйти от того, о чем вы говорили в последней части своего субстанта. Ну да, мы думали о том, что это будет один. Ну то есть формат, да, задавали все-таки мы. То есть формат, то есть как это будет, что там должно входить, и уже тематику ребята сами определяли. Размышляют, это будут события одного дня, или мы действительно, ну не хотелось бы, чтобы соберемся в кучу, нет, просто, да. Еще раз, здесь был момент, мы уходим от штампов, и нам важно было взять... А потом работать с источником, не документом, в том смысле, что если мы возьмем один конкретный день, вряд ли мы найдем каждой теме того или другого дня, там, фотографию. Или найдем документальные кадры. Мы хотели как можно больше отходить. Да, и тут и работа непосредственно с этим источником. Ну то есть ты же должен это найти, мы же понимаем, что ребята посмотрели большое количество хроники. А, то есть исследовательская работа. Да, и они в этом смысле исследовали много материалов. То есть они, например, не исследовали... Поэтому если бы мы взяли, например, там, газету и там постарались ее экранизировать или иллюстрировать, то я думаю, что это был бы немного другой эффект, хотя с точки зрения там правды, да, и конкретно там вот одного дня, я думаю, это было бы точнее. Ну просто я так заметил, что 80% занимают стендапы визуального ряда. Да, есть фотографии, есть хроника, но 80% тем не менее стендапов. Поэтому и более того, те окартинивания, которые идут между стендапами, далеко не всегда 100%. То есть если мы говорим о матче, мы можем показать и хронику города, идущего на матч, не обязательно только матч. И как раз в этих условиях вопрос, насколько... Ну просто мне показалось, что можно было найти достаточное количество материалов, чтобы в картине даже один день, но, повторюсь, это только впечатление. Я с вами полностью согласен, но я напомню, ученикам от 10 до 16 лет. От 10 до 16 лет работали над этой работой. А сколько вообще ребят работают? Просто я не стала считать все фамилии. Я уточню просто вопрос еще от Константина. Когда смотрю, что этот ролик возникает такой у меня, да, когнитивный диссонанс, потому что все время перемешиваются события очень разного времени. От этого и симфония Шостаковича, и матч, и все прочее происходит и зима, и лето все время. Это была ваша сознательная позиция. То есть вы не хотели даже обозначить как-то, что это не хроника одного дня, а какой-то, не знаю, за 4 года обзор. То есть понимаете, в чем дело? Получается, для нас, не профессиональных журналистов, зрителей, это звучит как конкретный сюжет, ну, в смысле, законченная такая вещь. А получается, что это, может быть, это нарезка из разных программ. Ну, собственно, вы, коллеги, по-моему, и объяснили, что это была задача работы с каждым человеком. То есть, соответственно, нужно оторваться и смотреть просто каждый сюжет как бы по отдельности. Таким образом, ребята наткнулись на источники, где очень здорово, что такое есть. Там есть очень заботливо собранные события, вырезки из разных, составленные одного дня. Мы искренне пытались как-то, может быть, найти хотя бы вот один день, в котором есть вот... Да, я поняла, но дело же не в том, что один день, а даже если бы в ролике было обозначено хотя бы, что это происходит в такой-то день, это происходит в другой день, это происходит там еще через два года, уже у зрителей было бы более четкое ощущение правды, чем когда это все вот так... Потому что формат действительно ежедневных новостей, формат такой, что происходит это вот все время. У вас на эту же тему, да? Да, пожалуйста. Я советую детской библиотекой, для меня это очень важно, вообще вся эта тема. Даже на генетическом уровне, как говорят специалисты, блокада отстоялась, то есть опыт блокады передается через два поколения. С одной стороны идут гены усиленные, а с другой стороны состояние стресса. Вот скажем, только мои внуки способны в этой ситуации выйти из блокадного состояния. Вот это опыт блокады. Если мы убираем то, что вы называете штампами, то, что как раз дает этот опыт людям, то, что даже на уровне генетики остается, то какую правду вы тогда ищете? Я не совсем поняла. А какой правде? Идет речь, какую правду вы нашли. Я не поняла. Слово штамп, о котором мы говорим здесь очень много, это лишь некие такие правила, ну даже не правила, но это некая такая помпезность или некий такой пафос разговора на эту тему в рамках школы, в рамках... Короче, кроме нас еще много кто об этом говорит. И мы совершенно уверены, что вот как надо, и вот о чем вы говорите, вы об этом скажете в библиотеке или об этом скажут в школе. А наша была задача, чтобы ребенок взял все себя в руки и пошел сам добывать информацию. Нет, знаете, это правда в поиске. Нет, это правда, когда мы знаем, что тот или иной ребенок идет искать, и он находится в этом, в этой среде, то мы знаем, что за этим идет какая-то работа. И он это переживает здесь сейчас, нежели бы он сидел просто за партой, и учитель ему говорил об этом часа два. Можно я... Я мне туда ухожу. Нет, 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 все хорошо, как раз я в защиту тоже. Нет, а потом я просто еще хочу сказать, вот вы по поводу дня, не дня, что путаются факты. Мы сегодня каждый с вами, да, мы пользуемся социальными сетями. И мы, у нас там есть такой раздел новостей. Мы с вами подписаны, непонятно на что только не подписаны, и нам вылетает все совершенно из разных сфер, веков, годов. И мы как-то же умеем с этим работать. Да? Это наше пространство, в котором мы с вами существуем. Наши ребята, ну, там, ребята и дети, которые сегодня, они в этом смысле, мне кажется, очень универсальны. Ну, то есть они это чувствуют и понимают, да? Они могут отделить, что второстепенное, что главное, да? То же самое делаем и мы. Мне очень приятно, что каждый из вас к нашей работе и работе наших учеников относится как к очень целостному произведению. Это очень приятно. Но это же вот, это как бы, в данном случае наша школа отрабатывает инструменты, которыми ребятами должны научиться и должны научиться там владеть ими, использовать. Их. А вторая часть, они должны это как бы прожить. Ну, то есть прожить ту тему, на которую говорят. Ну, вы знаете, насчет шаблона. Да. Здесь важно ставить. Тут может быть шаблон информационно-правовый центр. Если вы представляете это ярко, живо, образно, никакого шаблона, я вас уверяю, не будет. Это все зависит от человека, который это представляет. Мои убеждения. Ну, я просто знаю. Потому что если это будет сухо, если это будет формалистично, да, они слушать это не будут. Но если вы представите, это интересно, если вы затронете, поверьте мне, слушаю. Я просто знаю. У любого продукта есть какая-то аудитория, для которой это делается. Мы совершенно отдавали себе отчет, для кого мы это делаем. И знаем, кто наш потенциальный зритель. Да, это мама и папа в первую очередь, и бабушка, и дедушка, и родственники, которые бы это посмотрели. Мы же это понимаем. Да. И у нас нет задачи, чтобы это посмотрели все и показали это на большом канале. Да. Сколько я поняла из вашего рассказа, то, что мы лидовали, это был, наверное, заключительный такой этап, отчасти психотерапевтической работы, потому что тот шок, который получили дети, от информации, которая была дана, им нужно было чем-то скомпенсировать для себя лично. Да, правильно? И, собственно, получился вот такой вот, возьмите, когда просто смотришь вот так вот, отчасти помпезный ролик, только с знакомым наоборот. Есть такое ощущение, у меня, по крайней мере, возникало. Вот по поводу продукта, да, то есть вот этот ролик, он дальше родители никуда не пошел? Вы же видите, что пошел. Вы же видите, что большое количество людей собралось его отсюда. Почему же такая вопрос? Просто для того, чтобы это работало так, как оно сработало для ваших детей, наверное, те, кто будет смотреть его, должен быть еще второй полюс, да, чтобы это как-то действительно баланс был, правда той самой, которую вы ищете. Потому что вот сейчас получается совершенно другой эффект. Мне кажется, Светлана очень правильную точку такую нащупала, да, потому что то, что мы сейчас увидели, то, что следует из рассказа Максима и Евгении, это учебный продукт, учебный проект, который, по идее, должен был остаться в рамках создателей, да, и ближайшего их окружения, да, ну, послали там бабушкам еще пару ссылок. Но так получилось, что когда ролик создан был, да, он оказался в главных городских СМИ, да, там о нем писала и Фонтанка, и кто только о нем не писал, да, и так получилось, что он вышел на довольно широкую аудиторию, и люди, которые не знали всего того, о чем вы нам рассказываете сейчас, и увидели его вот так, как, не знаю, как новички, да, возникает вот то, о чем Светлана говорит, да, что какой-то... Причем это тоже шаблон, понимаете, только другого рода. Да, вот это, понимаете, что страшно. Вышли на другой уровень. Когда рискальплить, репарировать плакату. Секундочку, я в окна. Константин еще хотел спросить, пожалуйста, да. Я на самом деле немножечко отвлекаюсь от той дискуссии, которая началась. Я хотел бы уцепиться за одно ваше слово, если позволите, насчет инструмента. Я не совсем понял. В конечном итоге тогда, вот из всего, возможно, я не был совсем внимательным, отвлекался на фотографирование. Какая цель стояла перед роликом? Перед роликом стояла цель детей, для детей исследовательского проекта по блокаде, для детей практикума по тележурналистике, или какая-то еще цель, потому что в зависимости от этого, соответственно, мне будут или не будут следующие вопросы. Я об этом говорил в самом начале, что мы детская медиашкола ОК. Да, и ребята учатся работать с информацией. И учатся работать с разными инструментами, которые позволяют ее создавать. В данном случае мы пользовались словом, изображением, у нас здесь есть монтаж, то есть, есть журналистика, есть операторская работа, монтаж, работа с источниками, журналистика. Поэтому для нас первостепенно, чтобы ребята могли дальше повторить или сделать что-то, обладев инструментами самостоятельно. И они делают. Зайдите на нашу страничку на том же YouTube, и вы увидите, что делают ребята на разные совершенно темы. просто именно в связи с этим возвращаясь к тому вопросу, который был задан и несколько раз повторялся. Если речь идет об инструменте телевизорной новостей, мы посмотрели здесь типичный breaking news. Breaking news за 4 года выглядит довольно странно. И в этих условиях действительно встает вопрос отбор информации в ленте новостей и информации для breaking news это все-таки два разных жанра. И как раз тогда встает вопрос именно об том, почему был выбран формат breaking news, а не был выбран формат любой другой телепередачи, который позволяет заниматься многолетними обобщениями. Вот то, что вы решили говорить о информационной журналистике, о новостях, и то, о чем вы говорите, это заканчивает этот выпуск, да, срочная новость. Поэтому нет, мы просто выбрали такой жанр информационной журналистикой и пытались об этом говорить. Да. Есть вопрос к вам и на самом декуле Григорий Старовойтов, методист Мощно-последовательского отдела Музея обороны и блокады Ленинграда. Тот упрек, который изучал в сторону авторов уже упомянутого проекта 1917, и возможно вы сами столкнулись с чем-то подобным, это попытка некой информационной модернизации тех далеких событий, о которых идет речь. Условно говоря, в распоряжении ленинградцев были совсем другие каналы информации, в первую очередь радио, можно в чуть меньшей степени газеты, разумеется, никакого интернета, телевизион и так далее. И здесь выступая в той форме подачи информации, которая свойственна нашему времени, и проект 1917, и возможно Breaking News, происходит некое искажение информации, что мы это подгоняем под современный формат восприятия. Вашем сюжете как о педагогическом результате, там действительно вы видели, снимали ведь тоже дети, и монтажом тоже они снимались. Здесь продемонстрирован целый комплекс навыков и умений. Как по-вашему, возможно ли вообще как-то избежать этой проблемы? С одной стороны, понятно, что дети рассказывают о событиях 76-летней давности так, как будто они происходят сейчас, они, конечно, больше увлекаются в изучение этих событий. Получается, в ролике ведь нет этой исторической дистанции, что все как будто здесь сейчас происходит. Верно? И изложение событий 1917 года в формате социальной истории. Здесь тоже нет никакой исторической дистанции. Скажите, просто какие современные форматы подачи информации мы ни в коем случае не можем использовать, говоря о событиях войны? Есть ли такие? Есть ли такие? То есть, понятно, превращать блокаду в ток-шоу, например, это действительно как-то этически неуместно. Да? вероятно. А вот что касается остальных... Хотелось сомнение в сомнении, в сомнении разъяснений. Можно ли как-то Instagram связать с блокадой, подкаст сделать, посвященный блокадному радио, перелицовывать дневники в жи-жи-жи и так далее. То есть, как Вы считаете, есть ли какие-то ограничения, за которые ни в коем случае мы не можем таких? Нельзя эту форму использовать? Мне бывает кажется, что мы все делаем очень разную работу. Вот Вы делаете свою работу, создатели издания и проекты 1917 делают свою работу. Вы делаете свою работу для конкретной аудитории, 1917 делают для другой аудитории. это же не так. Те же самые дети, которые приходят в музей обороны и блокады, потом приходят к Вам, приходят на экскурсию к Григорию или там для детской библиотеки взять книжку, потом приходят к Вам и говорят о том, что это им не нравится. Может быть нравится, может быть не нравится, но все штампы, которые они получают, опять-таки в карточках штампы, они к Вам приносят и говорят о том, что это не так. В данном случае Вы выступаете в такой роли новаторов и людей, которые пытаются с нынешним поколением современными детьми говорить современным языком. И вопрос как раз в этом и заключается. Есть ли такие формы нынешней современной педагогической работы, которые к теме неприменимы? То есть понятно, что инструменты самые разные, ток-шоу, что-то. Нет, понятное дело, мы не должны проводить опыт и на детьми. А есть ли темы, которые не подходят к этим форматам? И морить их голодом и говорить, давай попробуем, как это было на самом деле. Есть такой опыт, есть квест по блокаде, он, правда, для подростков уже сделан, но есть такой опыт, когда действительно люди пытаются прожить целый день в тех же условиях, в которых жили блокадники на том же самом клейбе. Ну, если это как бы чем-то подгружено, какой-то информацией, то может быть это и не так, и плохо, почему нет, и там же есть, вот мы сегодня много говорим про родителей, которые дают согласие, почему нет. Я не думаю, почему вы считаете, что ток-шоу не может быть формой, то есть на ток-шоу нельзя говорить о блокаде. Но это все-таки формат, наверное, развлекательный тогда чуть-чуть мало. Нет, почему нет. Просто мы привыкли видеть ток-шоу на нашем телевидении, немножко, вот как раз скажем, ток-шоу это лишь форма, когда есть дискуссия, модернатные, вот у нас тоже как бы своего рода ток-шоу, просто вот нам тут должна быть, не знаю, сидеть Наталья Соколовская, мы тут, да, и как бы... Наталья отказалась, приходите. Я потому что, и это было бы ток-шоу, она не стала участвовать. И мы поговорили об этом мире. Вы сказали очень важное важное слово, язык, вот что приходят к вам на экскурсию, приходят, и почему-то штампами. Вот я думаю, что слово просто штампами немножко неправильно. Но оно не носит негативного оттенка в этот слов. Дело не в штампе, вообще дело не в слове штампе и не в языке, нет, а дело в том, что мы, ходя в музей или приходя в школу, не мы в смысле, ребята, приходя, они немножко встречают другую интонацию, другой темпоритм, другое решение рассказа, в этом смысле мы просто предложили поиграть в эту игру. И совершенно отчетливо себе даем понять, что ведь вы здесь рядом, которые скажут все, как должно быть. Пожалуйста, Милена. Тут вопрос еще в общем. На самом деле, мне кажется, а как мы говорим детям в блокаде? То есть у нас, к сожалению, очень ограниченная возможность в школе, в рамках школы, рассказать о блокаде. Но давайте признаемся, дома-то мы с вами тоже не говорим с детьми о блокаде. Если мы с вами специально не озабочены этой темой, там не работаем в музее и не являемся историками блокады или у нас нет конкретной какой-то выдающейся истории. То есть мы, например, работая в музее, мы регулярно сталкиваемся с той самой вещью, мы знаем по собственному опыту, бабушки и дедушки не хотели говорить о войне. Они не хотели говорить по войне по разным причинам. С одной стороны, это была причина гигантской трагедии человеческой, неважно, это была блокада или это было просто военные действия. А с другой стороны, это было связано с советским строем. Потому что я тут тоже немножко подготовилась, я не знала, как у нас это будет происходить. Понимаете, вот есть фильм «Лазница», блокада, известная, ведь там же нет ни одного слова. Вот что сделал Лазница? Он показал нам новую блокаду по той хронике, которая нам известна. Он показал, что город, да, то есть, есть ощущение человека, которое мы знаем из дневников, то, что он пишет, то, что он перекладывает как бы в свой язык. Голод, холод, темнота. И тут мы видим фильм «Лазницы», а люди-то по городу ходят и очень активно ходят по городу. То есть, вот есть реальная картинка, как бы объективная, есть субъективное ощущение человека в блокаде и соединить эти вещи и рассказать это ребенку и дальше вопрос «А зачем?» Да, то есть, вот извините, если он кощунственно звучит, а зачем мы должны помнить о блокаде, да? И тут на самом деле вот я могу привести пример один-единственный, вот то, что я говорила, то, что я готовила. У нас нету сформулированного языка о блокаде. Вот сформулированный художественный язык, я имею в виду, а Холокостий, он есть, и он очень долго формировался, очень сложно формировался. Да, когда после войны практически сразу после Нюрненбергского процесса, 1946-1947 год, что должны быть музеи, посвященные евреям, это должны были быть музеи, посвященные просто евреям во время Второй мировой войны, а не о Холокосте, хотя это слово уже появилось. И они очень долго приходили к мысли, что можно показать в музее, и вообще это предмет сохранения исторического знания, предмет сохранения памяти о трагедии, потому что их слова, что же мы, как бараны, шли на убой, зачем об этом помнить, да? Вот я сама себя перебила, к нам приходят пожилые люди, говорят, а вот это, выключите микрофон, я вам расскажу без микрофона. А вот об этом рассказывать я не буду, мне стыдно. Почему? Ну я же не герой Советского Союза. Я же там не кидался на амбразуру, а что, я просто жил. В то же время, вот второе подтверждение этого, да, вот мы видим блокадников, которые выступают, вот они выступают у микрофона, и тут же они спускаются к нам с трибуны и рассказывают совершенно другие истории. Очень просто рассказывать в нарративе победы такой, да, вот ура, патриотизм, я встал у станка, мне было 15 лет. Это очень простой, очень прямой рассказ. То есть, я для себя это формулирую таким образом, да, то есть, у нас сейчас есть сопричастность, которая стоит по две, такие вот, полка о двух концах. Вот первый конец, это то вот советская сопричастность, сопричастность к салюту победному. Ты видишь это великолепие, ты понимаешь, как ты пришел к победе, это великолепное чувство сопричастности, радости, и все, и ты дальше пошел домой. Или же, извините, сопричастность трагическая, ужасная, простите, людоедство, да, вот это вот голод и безусловная смерть. Ты пришел на кладбище, ты понял, что умерли все Таня Савичева, умерли все, и дальше это конец, так же, как салют. Все, вот салют победный отыграл, война кончилась, смерть пришла, все кончилось, а вот рассказа между этим нет. И мы сейчас, собственно, вот эти наши семинары, мы как раз и хотим придумать, а какие могут быть варианты того, чтобы эти ребята заинтересовались. Вот мои собственные дети, которым там 14-15 лет, несмотря на то, что там дети музейщиков, там историков, там и так далее, и так далее, вот я в прошлом году потратила 40 минут на то, чтобы прочитать там 13 или 15 писем осталось от двоюродного дедушки. Это заняло 40 минут. Вот это было чувство сопричастности. При всем при том, что по большому счету, если сделать их в рамках новостей вот этой программы, их можно было бы переложить туда. Это можно было бы переложить в интервью, там кто-то читал, или там я получил, озвучивал и так далее. Это было бы вообще непонятно из какого времени, потому что там вообще нужно вычислять, какие даты стоят в этих письмах и что происходило в Ленинграде. Потому что это письма брата, бабушке, сестре, которая тут в Ленинграде живет. Но при всем при том, что когда я, вот если бы я писала об этом статью или сочинение, будучи ребенком, я бы все равно срывалась на победу. Я бы срывалась на вот то, что вы говорите, штампы, потому что там есть совершенно чудесное письмо о том, что он после госпиталя не смог догнать свою часть. И он был под Москвой, и он говорил, а у вас белые ночи, у нас тоже соловьи, но белых ночей нет, и даже не с кем это обсудить, а так хочется умереть рядом с ленинградцами. Вот после этого умереть рядом с ленинградцами очень хочется говорить очень высокие высокопарные слова, а хочется научить детей, чтобы они вот к этой высокопарности пришли каким-то другим путем. Вот к патриотизму можно прийти коротким путем через салют, а можно прийти через человека. И есть разные варианты. И тут в данном случае, я, например, увидела игру в телевидение. То есть вот формат телевизионной передачи, да, вот он разобран, и дальше мы, например, можем говорить, исключив тему блокады, про то, что, про этику телевидения, да, потому что этически это было решено не только с точки зрения там десятилетние дети, да, но и в принципе, а как, извините, у нас был теракт неделю назад, да. Мы должны об этом знать? Должны. А как мы должны это осветить? Да? То есть мы должны показывать, что произошло? Мы должны показывать умерших людей, да? Сейчас вот вы говорите, все сети наполнены там информацией и так далее, они наполнены информациями и прежде всего вызывают сочувствие. Я хочу найти того человека, женщину, которая помогала раненым. Мы не знаем их имена, да? Это вызывает сочувствие, это тема для новостей, да. То есть вот эта вот вещь, по-моему, очень хорошо соблюдена и это как раз тоже еще один из уроков, вот когда мы говорим, а что вы научили, чему мы научили уроков? Не надо показывать трупы, об этом можно говорить другим способом. Это не трупы, это люди, да, которые вынуждены, да. Единственное, что вот как целый продукт, это, конечно, не смотрится, но это учебная вещь, мне кажется, как бы, да, поэтому вот я могу как бы отодвинуться, да, то есть если бы там было написано там большими буквами учебный фильм, там еще что-то, это было бы понятно. Но то, что действительно смущает вот это пережить, ну, слишком нарушено время, очень сложно смотреть, потому что там и кони, и садоводство, и вот это все. Но плюс есть еще какие-то вещи, которые являются тоже штампами, но штампами, наверное, уже, наверное, России, советского государства, да, то есть мы делали выставку блокады в фотографиях, и комментировали ее дневниками. Практически все фотографии, кинохроники, они известны с военного периода, потому что военные фотокорреспонденты делали это для газет. И общеизвестный факт, например, что на фронте журналисты вообще ходили с подворотничками, там чуть ли не с утюжком, потому что газеты были направлены на то, что вера в победу, все хорошо, да, и, соответственно, в общем, должны были быть хорошие фотографии, говорящие о том, что на фронте все хорошо воюют, город, фронт, все хорошо более-менее живут. Была подпольная вещь, да, о которой, наверное, Наталья Соколовская говорила, Ольга Бергольц, да, когда она оказалась в Москве, она с ужасом узнала, что никто не знал, что такое дистрофия. И с этим были связаны смерти на дороге жизни, да, потому что люди переезжали и их кормили на большой земле, и они умирали. Как об этом рассказать? Можно ли об этом рассказать в формате телеинтервью? Наверное, можно, нужно придумывать как бы форму, да, искать слова, это, собственно, как писать сценарий, наверное, да, вот к этому виду работы. Это уже следующий как бы этап. Но главное, что черновой вариант сделан, да, то есть как заинтересовать. Мы же не можем, мы же должны придумать, чем заинтересовать, ребят, как им заинтересовать вот эта история. Потому что я, например, сталкиваюсь с очень активными школьниками, которых, они говорят, вы знаете, а нам уже про семью разыскивать, вот эти все дневники, бабушки, дедушки, там не про блокаду, а вообще, в принципе, семейную историю. Нам уже надоело, да, то есть мы хотим что-то еще. То есть вот есть, может быть, еще и такая форма, может быть, вот такой формы, и тогда им не надоело, они это заинтересуются. То есть, ну вот, такая вот история. Спасибо. У нас действительно сегодня такой разговор с разных сторон. Милена Николаевна представляет Государственный музей обороны блокады. Ольга Герасимовна, пруд, Народное музей, а мы за ним молчали. Выскажитесь, да, очень хотела вас умереть. Я прислала это давно, и мы, конечно, переживали, несколько раз посмотрели это, переживали, и мне вот интересно, что мы с вами разговариваем и видим ваши лица, и я думаю, что дети-то хороши, это вы виновны во всем. Вот мое мнение, я строго говорю, потому что вы были представлены там как редактор, как люди, которые каким-то образом это все собирали вместе, вы дали установку, и вы разрешили этот текст, который дети говорили, они могли ведь написать все, что угодно, они же маленькие дети, для этого есть вы, для этого есть ваша душа, ваше сердце, никогда не забудем слова Андрея Ахматовой, и будет это все как римина Веспасиана, и будет это только рана и муки облачка. И вот этого муки облачка не сохранилось, несмотря на то, что город, который вызывает, конечно, боль, которая там была, представлена, это все. Я уже не говорю про ошибки, про несовпадение времени, седьмая симфония летом была, показываете, но заснеженные улицы, но это все, это мелочи, это те, кто знает, потом, мне Анечка, да, мост, Анечка, мост, во всяком случае, пускайте в эфир, такой материал, это должно быть, меня задело, вот то, что дети, то, что дети говорят таким языком и говорят не то, что нужно, вот этой муки облачка нет, вот этого страдания нет, потому что Верт еще в 44-м году сказал, что ленинградцы выстроили, но важно, как они выстроили, а вот здесь, получается, помогали, рисовали на улице, вам не хватило как раз негативного такого, да, страдания, Мне не хватило блокады, почему я и сказала, вам дали руки, детям дали в руки скальпель и разрешили делать все, что угодно, вот, и потом слово продукт, я не люблю, блокада, продукт, это вообще равная вещь, продукт жизнедеятельности, мы знаем, какой, поэтому, мне кажется, у вас так и получилось. А вот, на ваш взгляд, сам формат, или новостей, он мог бы работать, с этой темой, но бы другого? Да, любой формат, и устного журнала, и новостей, все что угодно, мог бы работать. То есть, здесь для вас часто неслить? Там не было взрослых, которые помогли, или взрослые так помогли, вот я считаю, а детей винить не за что, но им интересно было это. Просто в рамках одного месяца нельзя готовиться, хорошо? Еще какие-то комментарии, мнения? А скажите, пожалуйста, девочка была чрезвычайно жизнерадостна, накрашена, а нельзя было бы детей хотя бы одеть во что-нибудь другое, да? И как-то более строго. Ну, современный проект, ну, современный проект, но она говорила о блокаде, вот она так рада, что ее запустили к микрофону, то у меня было такое ощущение, мне показалось, что я вообще вот совершенно в другом пространстве нахожусь, глядя на нее, все время вот ее показывают, я не понимаю, она думает, о чем она говорит, или нет? Я не знаю, понимаете, смотрите, какие форматы мы знаем работы с детьми, да? Вот вообще переодевание в военную форму, вот я считаю, что это плохо. Нет, мы знаем, я говорю, какие мы знаем, да? То есть, мы знаем, что на пороге музея блокады регулярно ставят палатку, там переодетые в военную, или в одежду военного времени, там театр есть такой, сороковых годов, да? Или там мы детям даем автоматик, они стреляют в тире, фронтовая каша, приближение, мне кажется, что это вот как раз игра, которая неуместная, да? То есть, вот мы с вами сидим, мы же с вами не одели что-то такое кургузое, чтобы прийти, говорить о блокаде. Ну, должна быть честность, как бы, да? Я говорю, а мы с вами тоже говорим о блокаде, ну вот, у меня же эти украшения, мне очень стыдно, я даже сегодня выпила бутылку кефира, да? Да, наверное, не нужно было этого делать, если мы говорим о такой сложный тип. Это же неправильно. Это демагогия. Вот на мой взгляд, это демагогия. Понимаете, вопрос в том, что, понимаете, в чем дело, вот то, о чем мы формулируем, это вот мое мнение, да? Вот мы, как говорить о Холокосте, пришли к этому, ну, лет 20-30 назад. И только 10 лет назад, например, пришли к тому, что люди, которые работали в зондеркоманде, они не предатели. И стали публиковать их дневники, их свидетельства. Да? То есть сейчас вот в музее Холокоста там есть слоган такой, да? Мы собираем любые свидетельства этого преступления. Оценку сделаем мы с вами, публика. Они должны собрать все. Ведь на самом деле, вы знаете, одна из самых распространенных реакций на список Шиндлера, это было, это что же, сейчас я даже процитирую, выписала, для того 6 миллионов евреев погибли, чтобы Спилберг наконец получил своего Оскара. Понимаете? То есть вот даже по Холокосту, который вроде бы очевиден, мы все понимаем, как об этом рассказывают, да? Есть такая вещь, да? И есть представление, представить Освенцем в образах, в словах, это способ заставить о нем забыть. Да? То есть есть большая такая линия, как бы в культуре, которая говорит о том, что о трагедии вообще не может быть никакого художественного проекта. Это будет все вранье. Да? Да, это очень не художественный проект. Нет, не может быть, не может быть какого-то смысла. Это все равно слова, да? То есть вот фотография, да, я говорила, блокада фотографий, да, мы видим фотографию, например, Московский проспект, стоят эти заграждения, там, противотанковые, там какие-то бетонные штуки, едет танк на горизонте, трамвай, и люди ходят. Известные фотографии, да? Мы на выставке дали комментарий из дневника рабочего, который писал, что мы вынуждены все, часть завода эвакуирована, лучшие рабочие ушли на фронт, остальные эвакуированы вместе с заводом. Я вынужден работать с подростками и с женщинами-двух хозяйками. А дальше на нескольких листах он расшифровывает, что такое подросток, которых мы видели бравыми, которые точат какие-то штуки на заводах. Знаете, множество фотографий этих военных. Вот этот подросток, а почему он оказался на заводе? У него родители умерли. И он попал в ремесленное училище. И он завшивленный, да, я могу прочитать просто целый абзац, почти все вымерли бывшие ученики ремесленного училища. 25 апреля 42-го года, которые были пущены на произвол судьбы. В поименном списке завод и цех потеряли лучшие производственные кадры, золотой фонд. А сейчас приходится работать с учениками 14-16-летними домохозяйками. Смертность продолжает расти, бомбоубежище переполнено трупами. Из цехов ежедневно, как крыс, выкидывают мертвых. Особенно мрут бывшие ученики ремесленного училища, за которыми некому смотреть. Они ходят грязные, рваные, вшивые. И дальше он рассказывает, как часть из них попадает в тюрьму, потому что они продали карточки на барахолке и так далее. Тем не менее, мы имеем художественное произведение, мы имеем фотографии, и мы имеем текст к этой фотографии в газете. Это в СМИ, да? И есть текст из дневника. Понятно, что это все нужно смещать, это все нужно обрабатывать. Вопрос в том, что должны ли это делать дети и как должны это делать дети, если даже мы, взрослые, не знаем эту информацию. То есть вопрос в том, что это учебный проект, в котором очень хорошо решена задача обучения техническим навыкам. И следующий этап может быть, может быть, на примере другой темы исторической. Например, вопрос. Не знаю, не знаю, не знаю, углубление вот этой темы и так далее. Но говорить о том, что нельзя не экспериментировать вообще, я считаю, что нет, хотя я понимаю, что найдется множество людей, которые скажут, что вообще в принципе про трагедию можно рассказывать только вот на Пискаревском кладбище или в залах-музеях. Это мы как общество должны выработать эту вещь, эту стратегию политики памяти. У нас ее не было. У нас была одна единственная, которая сейчас выродилась в том, что 8 сентября на Дворцовой площади считается уместным исполнение военных песен «Нам ли быть в печали?». То есть мы не сформулировали эту вещь, поэтому, собственно, мы и собираемся. Но я не вижу тут каких-то ужасных вещей. Но я с вами согласна. Увидителя Елена Николаевна, руководитель музея «Дети и дошкольные работники» блокады Гринграда, 8-й педучилища, народный музей тоже. И мы с ней ведь очень много лет работаем по каким-то книгам, по документам, по воспоминаниям. И мне кажется, наоборот, у нас в городе отстояла система, как говорить, как думать о блокаде, как чувствовать, как передавать память. А 8-й сентября, как городской... Мы же с вами говорили, мы же с вами были внести на вклад. Мы же говорили, что это надо отмыть где-то деньги. А на самом деле в школах, мне кажется, честно, те, кто приходят на Пескарев для главы часами, они приходят. Ой, Кирайзлама, все верно. Тут просто возникает вот та проблема, с которой начали ребята, что дети-то, когда они занимаются очень глубоко и подробно, трагическими... Они не занимаются, что ли? Не занимаются? Занимаются. Я не говорю, что как? Я с нами спрашиваю, занимаются. У нас даже в школе ключи. И вот задача, те, к кому они обратились, помочь, сходили, посмотрели фильм, поговорили, обсудили, уже это хорошо. А дальше, как они это уже притворили, но если это самый-самый начальный этап, то его вообще показывать никому не надо. Мне кажется, и бабушкам, и дедушкам тоже нечем тут хвалиться. Вы знаете, я вот, условно, такие, именно назвать, телевизионные презентационные, видеопроекты, два года назад, когда в музее Петропавловской крепости, у нас был один из первых семинаров, там показали фильм, который мне показался этически вообще в принципе неважным. Это как раз дело было в музее детей и школьные работники, когда дети озвучивают. Когда маленькие дети озвучивают текст, в котором у меня умерла мама, у меня оторвало ножку, вот это я считаю просто в принципе невозможно. Вот такого способа эксплуатации. Да, чувство сопричастности я испугался. То есть тут как раз тоже, я поэтому и говорю, что мы должны найти какой-то грань, какой-то общий разговор, потому что вот тот ролик, например, я активный противник, это очень неправильный подход. Просто дело в том, что у меня у самой был такой трагический опыт, извините, что я якую, когда мне было 10 лет, в пионерском лагере пришел ветеран и показал нам фотографии Освенцева. Никто ничего не понял, было поразительное чувство отторжения и рыдали все просто, выли от ужаса по ночам. То есть это уже всякого ужастика про черный стул, там рояль, там все. Но с этого это иначе. Да, то есть это было ужасно. такое же примерно ощущение. Дамилейка, дать слово. Вот я про тот ролик, который всем не понравился. Во-первых, ну не все. Не все присутствовали, речи идет, а ручки выказали. я сейчас хочу рассказать, да, предысторию. Мы делали фильм «Детство, опаленная война», и чтобы создать атмосферу блокадного детского дома, рассказывали в детских садах, в детских домах о том, как жили дети, но то, что мы рассказываем на экскурсии. Потом просили сказать, что дети запомнили. И когда вот дети говорили, я там, Миша сказал, Петя сказал, вот эти, Петя, Миша, там, Таня сказала, это было вырезано. И получилось, как дети говорят от первого лица. И вот когда к нам приходят в музей, мы включаем разговоры детей в блокадном детском доме, то и взрослые дети говорят, что это наиболее, одно из самых сильных впечатлений в музее. Но тогда в зале, да, это прозвучало немножко оторвано и немножко не так, как хотелось бы. Люди не поняли, почему это и для чего. А теперь еще трагическую блокаду нам не обязательно голодать и отрезать друг другу ноги. Есть художественный язык. И это эксплуатация детей. Можно мне закончить? Здесь вот в этом ролике хорошо, да, дети поиграли в журналистов. Но вот содержание, конечно, ну, было не облакать. Вот такое впечатление. Но дети поиграли, им было интересно. Они что-то нашли, что-то исследовали. Это, конечно, плюс. Но если будет работа продолжена дальше и вот будет действительно создана какая-то атмосфера блокады и какое-то более углубленное изучение материала, это будет, конечно, здорово. Но вот на этом устанавливается. Я хотел поинтересоваться. Вы говорили о том, что перед подготовкой ролика, вот вы сходили на биндок, да, а хотя бы так вот на примере одного сюжета как происходила со стороны детей подготовка вот той или иной истории. То есть, как это, там, чтение книг, например, там, как отбор информации какой-то происходил. То есть, грубо говоря, откуда дети черпали вот информацию о том, о чем вот им нужно рассказать. по трамвае, наверное, самое очевидное. Ребята делали по трамваю, команда просто работала. Они брали это, вот еще раз повторюсь, они, по крайней мере, пришли, мы посмотрели, я уже не скажу, это были открыты источники, где выдержки из разных газет были, газеты какие-то, публикации, они были собраны в формате одногодняя. Вот, апрель, март, вот, запуск трамваев, и мы с ними просто, еще раз, трамвай, 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 ну что, мы просто, мы, к сожалению, не могли найти какую-то специальную литературу, найти запуск трамвая блокадного в Эдмитраде, мы пользуемся открытыми источниками в интернете, но мы ясно понимали, что если цифры там и там, и там, и там, то музей, они все были, они все были в музее. Они уже, они, они, они петербургские школьники, они уже все были в музее. И все петербургские школьники представляют себе блокадный трамвай. А вы использовали современный трамвай. Да, да, ну, и они прекрасно понимают, что они едут не в том трамвае. Да, как бы, но у них, они, они, кстати, они поехали в трамвайное депо, музей, они поехали, и они, там, единственное, извините, с нас попросили деньги, чтобы мы, чтобы этот трамвай запустили. К сожалению, мы не могли заплатить, и ребята просто вот сели на обычный трамвай, ну, мы приняли такое решение, но они видели, они видели просто, они все, там даже есть, они, они фотографировались там, они туда съездили, они там были. Спасибо. Еще какие-то, пожалуйста. Знаете, я вот перед просмотром законспектировала презентацию смысла, и было сказано, мы отказываемся говорить о смерти, мы хотели в своей работе показать, как обычно жили в блокаду, как все хотели обычно жить. И мне кажется, я психолог, что в этой работе, которую мы сейчас просмотрели, то, что было заложено авторами, то, что было сказано, абсолютно донесено. 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 Дети, они прагматично сейчас относятся к исторической информации про блокаду. Они видят, вероятно, способы выживания, как выжить, как люди выживали. И своим выживанием принесли пользу для себя, для семьи, для родины, для города. И поэтому очень оптимистичен был тон ведущих новостей. Но смысл, который был поставлен, показать, как обычно жил город. Поэтому информация была позитивная. Это был и Шостакович, это были и овощи, которые выращивали в миграции. Мне вот с этой точки зрения понравился ваш проект. То есть с точки зрения психолога это правильный проект? Да, это один из новых подходов, потому что было заявлено о том, что мы не хотели говорить о смерти, о трагедии. Мы хотели показать, как обычно жил город. Это подвиг. Спасибо. Марина Сламанова, библиотека Маяковского. Здравствуйте. Я литературеция, и, в общем-то, занимаюсь действительно с вами проведением. И мы достаточно много говорим сейчас о книгах детских, которые используют исторические. Мы не начали варить варить варить. В данном случае у меня просто есть личное переживание просмотра фильма Мали Пупицак о девочке, также о блокаде, который тоже очень много дискуссий вызвал. Это, собственно, в свое время креативный директор Миндоха. Она очень молодая девушка, и она снимает документальный фильм, который, в общем-то, снят как модный сейчас снимает документальное кино. Кто-то видел этот фильм? Вот он снят с девочками. Девочки. Да, он снят, в общем-то, сейчас очень... Сейчас прием достаточно давно используется в документальном кино, когда реальные события играют актеры, ну, как художественные. Вот. И реальные женщины рассказывают, да, о том, что, как они... Это женский фильм, да, фильм о женщинах, о девушках, переживших блокаду, кто-то из них... Они достаточно разного возраста, но в основном это молодые женщины, которые должны, ну, там, знаете, заканчивая школу, вот, думали, куда-нибудь там поступать, возраст моей бабушки. И, в общем-то, они рассказывают, как пережили блокаду, и самое удивительное, что сделала Мария Польцак, она дальше, вот, да, когда там, я начинаю лично рыдать, и сколько раз я его не смотрела, когда покатятся наслоения много-много фотографий из их дальнейшей жизни. Когда они в походах, когда они заканчивают университет, когда они выходят замуж, держат на руках внуков уже, то есть самое главное, что было дальше. И они сами внутри, да, самарик, прицарк, монтажем, делают разные, да, поинты, точки, которые ей кажутся, как авторы, важными. и то, что выделила, выделила, она выделила в рассказах женщины, они рассказывали о том, как, да, был День Побег, потом, как они видели немцев, и оказалось, что это обычные люди, и как они хотят об этом забыть, и начать быстрее жить, дальше жить, и что было дальше хорошего в жизни. Вот, что вот он вернулся, и вот-вот жизнь в этом началась. Вот, естественно, у этого приема тоже нашлось много противников, и мне, как литературоведу, да, в данном случае, может быть, да, в сравнении культур, вспоминается, в общем-то, Первая мировая война, которая достаточно быстро была забита другими страшными событиями, да, это Третьим рейхом и Второй мировой войной, и люди, которые пережили Первую мировую войну, это тоже был очень сильный опыт, да, это молодые люди, светские, которые вдруг, да, пошли, и вдруг увидели мечты, да, это целая поэзия, это целое направление в искусстве, вот, и, собственно, например, для тех же англичан Первая мировая война был тоже очень болезненный опыт, когда вдруг исторические события живые, болезненные, очень быстро оказались забыты, мы переведены в другой пласт и перейдем в класс культуры. Сейчас нам очень тяжело, на мой взгляд, что происходит в нашем обществе, можете поднять, не будете, мы монолог от них не означать, что можно не шевелиться, вот, о том, что вдруг это становится достоянием культуры, да, и сейчас можно делать с этим нечто, вот, это очень больно, но тяжело отпускать, на мой взгляд, Вторая мировая война становится достоянием культуры, проходит действительно смена поколений, и современному поколению, вот, у нас вчера была, да, практическая конференция в библиотеке, мы обсуждали очень много, да, работа в социальных сетях, ну, продвижение, чтение, вот, это выражение фан, да, пусть будет весело, но надо сделать это как-то, как игру, вот, в частности, да, проект, ну, 19-17, это же фан, в общем-то, в числом виде, да, это игра с историческими событиями через, как бы, форму соцсетей, вот, и, собственно, а вот, и вот сейчас, да, как-то, достаточно ярко стоят, да, поколения, разрыв вот этот, и когда одно поколение воспринимает все исторические события как просто информацию, с которой можно сделать что-либо, документальный проект, художественный проект, да, вот, а в другое поколение, ну, вот, работает, к сожалению, действительно, сложившаяся советская культура, это действительно победившие штампы, абсолютно, это просто слово нам не нравится, оно действительно носит штамп, штамп, это отрицательный очень, в данном случае можем говорить о слове архетип, гораздо более высоко, культурном, есть архетип, и первая мировая война, у всех, вот первая мировая война, мы говорим, и у всех сразу возникают какие-то образы, которые пришли к нам, мы уже не застали это поколение, мы не знаем людей, которые родились в первую мировую войну, ну, хорошо, ну, я в данном случае говорю о своем поколении, я не говорю, я говорю мы, мы свое поколение, но у нас, у нашего поколения, это уже литературные, культурные штампы, которые до нас донесены через художественные образы, Я уж не говорю о каких-то туда, а уж война с 1812 года. Это все осталось у нас только в форме художественных каких-то впечатлений. И сейчас вторая война, на мой взгляд, до современного поколения переходит в разряд художественных впечатлений. Все, что мы им показываем, для них художественные впечатления. И дневники, и письма, и кино, они работают в основном уже с художественным впечатлением. Почему мы должны быть, для того, что это не может быть художественным впечатлением. На мой взгляд, происходит именно так. И никак по-другому нам придется принять это и работать уже дальше с такими моментами. Спасибо, Марина, прошу вас. Я тоже представитель школьного музея, мои коллеги. Позвольте все-таки с вами не согласиться. Я вам хочу привести конкретный пример. Не думала, что об этом буду говорить, но вот сейчас как раз услышав. Вы знаете, у разных поколений тоже, у представителей разных поколений тоже разная память о блокаде. Довольно известная искусствоведа Нина Иванова-Саверская долгие годы просила в нашей школе выступить. У нас есть очень много традиций. Мы встречаемся до сих пор с ветеранами, жителем блокадного города, записываем эти воспоминания. И много с чем работаем. С предметом, с воспоминанием, с семейными историями и так далее. Как и многие мои коллеги. Но вот на протяжении многих лет на все мои просьбы она отвечала отказом. Более того, она человек, который 12-летняя девочка пережила блокаду. И многое помнившая, помнящая, знающая, очень интересно умеющая рассказывать, имеющая целый ряд стихов, посвященных блокаде. Очень таких личностных, очень интересных. И она каждый раз мне давала отказ. Объясняла, что она не хочет уподобляться тем, кто рассказывает ужасы блокады. Ну и вот в последний раз она сказала, я придумала. Я предлагаю тебе триптих. Разбук она искусствоведа. В этом триптихе будет мое обращение, почему мы его записали на видео. В этом триптихе будет фильм «Лазницы». И в этом триптихе будут акварели Кондратьева. Если кто-то себе представляет, это акварели, которые не несут ужаса блокады. Когда они о другом, о каком-то мере ощущения, о поиске красоты, даже в это ужасное время. И вот мы подобрали действительно весь этот материал. И у нас получился очень интересный разговор. Единственное, что мы ограничили аудиторию учениками 10-11 классов. Потому что я считаю, что «Лазницу» показываешь маленьким детям. Это нанесение психотравмы, о которой сегодня говорили. Все-таки для этого дети должны быть подготовлены. Мы считали, что наши дети подготовлены к этому. Мы с ними действительно посмотрели фильм. Мы пообщались с ними, Ивану, заочно. И мы поговорили о акварелях Кондратьева. Можно ведь и так идти. То есть это будет и некое личное воспоминание, и некий, опять-таки, фильм «Лазницы». Это все-таки не чистая документалистика, а это некий художественный проект в любом случае. Потому что здесь есть режиссерское видение, здесь есть специальная озвучка и так далее. Об этом можно говорить в деталях. И есть некий художественный образ, который выбивается из какого-то стандарта. Если хотите, сегодня говорили о клише, шаблонах и так далее. Из некого стандарта, который мы не показывали. И это идея человека, пережившего блокаду. Поэтому мне кажется, что здесь надо не разделять поколение. При этом, когда она начинает говорить о книге «Блокадная этика», то ее переполняет гнев. Она говорит, что нас оболгали. Вот есть тоже такая точка зрения. И тем самым у разных людей, переживших блокаду лично, и у тех поколений, семей, которые об этом говорят, тоже очень разные точки зрения. Абсолютно с вами согласна, что у нас нет единой позиции, которая в нашем обществе существует. Я думаю, что по отношению к Великой Отечественной войне в целом. Но для нас особенно болезненно, мне кажется, что нет единого понимания того, что нужно и как нужно говорить об блокаде. Это очень точно. У нас это разная блокада. Очень разная блокада. Вот, пожалуйста, я вам говорю, очень разная. Поэтому мне кажется, что форма, вот к форме претензий нет. Форма может быть любая. Вопрос, каким мы содержанием это насыщаем. Позволяем мы говорить о том, что главное, чтобы животные не погибли, когда ребёнок острит по поводу коми, к лотто. Да, позволяем мы это всё перемешивать в такой винегрет, когда люди не понимают, когда после того, как уже пустили трамвай, начинают, соответственно, закапывать коней к лотто. То есть вот это. И откуда мы черпаем это содержание? Вот откуда мы его берём? Каков источник? Прекрасно, что есть работа с фотографиями, но мы теперь знаем, что многие фотографии были постановочными. Да? Прекрасно, что есть работа с воспоминаниями, но мы знаем, что многие воспоминания написаны были спустя много лет, и они несут за собой уже весь тот груз того, что было сказано и написано об локаде. Да? Если воспоминания написаны спустя много лет после локады. Поэтому, конечно, вот наш сегодняшний разговор – это о том, где же найти тот нивелир, тот уровень, по которому мы будем говорить. Вот это, да, за этим можно говорить об локаде, а за этим вот всё-таки нужно искать и искать эту правду. Что будет критерием истины? Мне кажется, что этот вопрос на сегодняшний день абсолютно открыт. Открыт, и он у каждого свой. И он у каждого свой. А это представляет сложность нашего разговора. Спасибо вам. Спасибо. Ещё какие-то комментарии, соображения? Прошу вас. Я, честно говоря, не хотел, так сказать, выступать. Просто мне было интересно послушать, что другие скажут. Но я представляю, что, кстати, в России, я очень часто встречаюсь с ребятами, с самокими библиотеками города. Когда я в контакте со школами, и когда-то у меня был такой опыт, когда мне одна из библиотек предложила. Значит, слушай, ты вот там пишешь стихи для детей, но начальник класса. Значит, давай, приходи к нам, выступи, там познакомься. Я пришёл, они говорят, покажите нам ваши книжки. Ну, я им показал свои книги, а то я принесла, я извиняюсь, я понимаю, что время и место, я понимаю, да, но я продолжу, так сказать, вот, коллегам. Значит, вот, я им показал свои книги, они говорят, ну, книги неинтересны, потому что там рисунки у тебя из интернета, и вообще-то, ну, хотя стихи там известны всё такое. Тогда я им сказал, дорогие ребята, вы прослушали мои стихи. Я вам даю сейчас тексты моих стихов, потом тексты моих стихов есть, стихи .ру, другие там сайты, да? Возьмите эти стихи, нарисуйте свои рисунки к этим стихам, выберите то, что вас зацепит, и давайте сделаем книгу. Было вовлечено в этот проект не менее 500 ребят, не менее. Вышла книга, это первая такая, ну, это я говорю, что это книга как опыт, первый опыт моей работы с ребятами конкретной, который, так сказать, показал, что вовлекать ребят в обсуждении разных тем можно и таким образом. И вот эту книгу, значит, выпустили вот с рисунками детей, ну, я, конечно, не буду вам это говорить. Ну, вот, всё такие вот, короче, кто-то начальник школы, и даже до начальника школы. Одна из школ в городе Колпино зацепилась поза меня и говорит, слушай, приезжай к нам, пожалуйста, потому что ты к нам приезжаешь часто. Да, я как, так сказать, нарушитель Блокального Ленинграда с ними тоже встречаю, о чём мы тут всем и говорим, мы говорим, что это очень скучно и вообще. Это не скучно, почему? Потому что, ну, во-первых, в школе в этой мы сделали уже, вот, книгу уже по войне и по Блокаде, вот такую школу. Это 589-я Копинская школа, значит, вот этот проект получил, значит, третью премию по городскому конкурсу, это в 13-м году. А это только-только, значит, в Москве получила высокую премию. Но рисунки детей. Значит, вот, что через рисунки к этим стихам я себе не делаю рекламу, просто к стихам, да? Хотя моя книжка там доминирована, там, на другие премии такая, вот. То есть, проникновение ребят через, тут уже говорил, художественные образы. Но я хочу что сказать, каким образом надо и каким образом я рассказываю детям. Конечно, можно говорить о Блокаде, можно говорить о войне, применить вот к нашим условиям Ленинграда, да? Но можно говорить, вообще-то говоря, по большому счёту. Мы должны воспитывать ребят, когда мы с ними говорим. Так вот, я, например, считаю, что мы должны человека, вот, ребёнок, его представить как объект биологии, сказать, что ты, вот, как дитя природы, и все люди это, так сказать, продукты, так сказать, вот, и, ну, это природа, живая природа, да? Так вот, вы должны понять, что в природе всё время идёт борьба. Растения, животные, там, насекомые. Я одно из этих творений означаю про «на планете много мест, где кого-то кто-то ест». Это кто-то ест, да ест, и ему не надоест. И так далее. Я им сказал, что вот, ребята, на основе, ну, просто я им рассказываю из биологических всяких выкладок, я им говорю, что это нормальное явление, когда подавляет один вид, подавляется другим видом. Я им начинаю рассказы о войне и блокаде именно с точки зрения причины возникновения войны вообще, с биологической точки зрения, понимаете, когда пожирают друг друга, не только насекомые, но и государство пожирает друг друга, понимаете, и так далее. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, я бы хотела ещё, кстати, сказать, что есть проект связанный с детскими рисунками, но пока не по блокаде, хотя по блокаде тоже много, а вот в Шкафу. Да-да-да, вот в Шкафу у нас же проект связанный с Холокостом, там книжка, где дети иллюстрировали стихи о Холокосте. В блокаде у вас была тоже иллюстрация детских стихов, дети иллюстрировали стихи, да? Нет, я имею в виду в музей истории города, где была выставка «Рисуют мальчики войну». Но это блокадные. И там были блокадные рисунки и рисунки современных детей. Да-да-да, но просто та идея, когда дети через рисунок выражают своё отношение к какому-то памятнику блокады, дневнику или к стихотворению, она вот, может быть, и воплощена, я не знаю, воплощена. Да, воплощена. А у нас вот такие сборники блокады, в районе Роскальевской библиотеки, мы его издали. Я поэтому не буду уже говорить, я просто хотела вам подарить этот сборник, и там участвовали дети. На самом деле, можно даже не говорить, я всё призываю, напишите нам статью. Хорошо, тогда напишу вам статью. Тогда просто благодаря же второй сборник. Да, как раз говорим о блокаде. Я думаю, я как раз это эхо блокады, это сборник, когда вам хотела подарить. Это сборник. Девятый год, в 2012 год, в 2013 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 год. И участвовали дети. Вот, пожалуйста, как раз здесь то, что они представляли. И это было эссе информационно-образовательного отдела. Спасибо. И вот это творчество именно детей, эхо блокады. То, что это как раз они расспрашивали бабушек, дедушек, именно самостоятельно. То, о чём мы говорили, то, что это особо ценно. Именно эхо блокады. Как раз я хотела это передать вам. Спасибо большое. Я много говорить не буду. Конечно, на всех вас. Спасибо большое за ваше мнение. Это очень важно. Спасибо, что вы посмотрели эту работу, учебную работу наших ребят. Единственное, что мне бы хотелось предложить, наверное, раз мы об этом говорим. Вот мы сегодня с вами познакомились здесь, и вы увидели, что мы делаем, и каждый составил своё впечатление и мнение об этом. Но мы не заканчиваем свою работу. И у нас есть много тем вокруг, о которых нужно и стоит говорить, и ребята будут об этом что-то снимать. Поэтому моё предложение очень простое. Вот здесь многие просто говорили, что-то не совсем, может быть, мы совпали. Ваше представление, наше представление. Поэтому мы очень рады посотрудничать вместе с вами и сделать что-то совместное. У нас есть технические такие возможности. У нас есть ребята, которые умеют делать. Мы совершенно открыты, поэтому мы можем сделать совместный какой-то проект. Я думаю, коллеги, за это надо удержаться в приложении, особенно Музею обороны и бланкады. Мы уже начали с вторника. У нас начнётся продуктивная деятельность. Так что, может быть, мы через какое-то время сможем увидеть следующий этап этого проекта. И то, что уже больно Богу заценивать, я как-то не забуду. Спасибо большое. Мы просим прощения. У нас, к сожалению, сейчас будут занятия в школе, у нас дополнительное образование. Поэтому убежим. Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо. Я бы хотела посвятить оставшуюся часть времени, уже, на самом деле, гораздо более короткую, обсуждению ещё одного проекта, на мой взгляд, не менее спорного, хотя, может быть, и с другой какой-то позиции. И я попрошу Марину Соломонову, пожалуйста, выйдите сюда, Марина. Вы у нас сегодня будете спикером. К сожалению, так сложилось, сложились обстоятельства, что издательство «Самокат» выступает у нас дистанционно сегодня. Все уехали в Москву, поэтому мы хотим сегодня представить вот эту книгу. У меня их было три, видимо, у кого-то ещё одна на руках. Да, да, да. Кто-то читал её уже, Светлана? Я читала её онлайн, как-то. Да, да, можно взять, посмотреть. Вы пока присядьте. Я ещё сейчас видео хочу показать. В чём идея, в чём проблема? Я уже вначале сказала, что Юлия Яковлева, достаточно известный человек, который раньше занимался балетной критикой, приехал в Москву из Петербурга, а, по-моему, теперь она живёт в Норвегии, задумала вот такую серию книжек, она называется «Ленинградские сказки». Пять книг, пока издано две, три ещё находятся в печати. Книга «Дети Ворона» посвящена ленинградским детям. Три главные героя, три человека, два мальчика и девочка, которые живут в Ленинграде в годы репрессий и переживают происходящие события с их семьёй с точки зрения детей. То есть история там такая сложная, «Дети Ворона», потому что, всем понятное слово, «Воронок», да, вот увозят родителей, дети остаются предвпечатлением, что детей унёс ворон. Помимо того, что, помимо разных своих должностей, я ещё маму 10-летнего мальчика, которая буквально только что прочитала эту книгу, но я ему ничего совершенно не говорила про контекст. И мой ребёнок не понял, что это было про репрессии. То есть у него была полная уверенность, что вот детей действительно унёс ворон. Это такая страшная сказка. Но это может быть специфика моего ребёнка, и Марина потом, может быть, подробнее скажет. А потом эти дети, у которых родители унёс ворон, оказываются в блокадные годы в Ленинграде. И про это рассказывает книжка «Краденый город». Здесь история более сложная, и я вам сейчас предлагаю начать наш разговор об этой книге с двух коротких видеороликов. Первый, можно выключить цвете, наверное, Константин, можно я вас попрошу сделать. «Детях ворона» рассказывает сама Юлия Яковлевна. Это двухминутный ролик. Здравствуйте, меня зовут Юлия Яковлева. И это моя книга, она называется «Дети ворона». Но на самом деле я буду о ней рассказывать вам не как писатель-читателям, а как если бы я была мама, которая говорит другим родителям об этой книге. В общем-то, это страшная сказка. Страшная сказка – это фантастическая история. Если вашему ребёнку нравятся книги Нила Геймана, например, то мне кажется, вероятно, ему понравится и моя книга тоже. Её действие начинается в Ленинграде 1938 года и выглядит как реалистическая история, а затем постепенно становится всё более и более фантастичной, и затем снова становится более такой реальной, реалистической. Её главным героям 7 и 10 лет, тем не менее, они выглядят немножечко взрослее и ведут себя немножечко взрослее, чем 70-летние дети. То есть эта книга немножечко на вырост. Я старалась её писать так, чтобы взрослые тоже могли читать, и им было интересно и не скучно. И, в общем, мне кажется, это достаточно увлекательная книга. Даже если вас совершенно не интересуют проблемы истории или проблемы, связанные с 1937-38 годом, вы понимаете, что я имею в виду под этим, то всё равно это сказка, и дети именно так её воспринимают, как сказку. Возможно, они понимают обычно, что это реальная история какая-то за этим, и, возможно, они вас будут спрашивать, что они хотели бы узнать больше об историческом фоне реальном, об исторических событиях, которые стоят за событиями этой книги. Но, возможно, они не спросят. Возможно, для них это и останется интересной, захватывающей историей про то, как трусливый мальчик становится храбрым. Собственно, вот о чём эта книга. Большое спасибо, если вы её прочитаете. Вот да, мой ребёнок никаких вопросов задавать не стал. Про репрессию он из других источников узнавал. Но почему мы обратили внимание на эту книгу, не мы, а, собственно, вся общественность, которая так или иначе связана с детьми и с книгами, потому что дети ворона получили довольно много премий. В прошлом году они были включены в список «Белые вороны» Мюнхенской детской библиотеки как одна из 100 лучших детских книг года, когда мало какие детские книги попадают, но вот дети ворона попали. В общем, достаточно большое внимание к этой книге. И когда вышел совсем недавно, в конце 2016 года, «Краденый город», ожидания были такие же, что это будет такая же прекрасная книга. Об этой книге мы попросили рассказать московского учителя. Сейчас он представится и скажет несколько слов о том, что же такое, собственно, «Краденый город». Книга Юлия Яковлева и «Краденый город» — это одна из самых замечательных книг, которые мне встретили до последнего времени. Это, конечно же, одна из тех книг, которые вызывают споры и пререкания, которые раскалывают аудиторию и так далее и тому подобное. Я думаю, что Яковлева пошла на это совершенно сознательно, но не с целью кого бы то ни было репатировать или приобрести какую-нибудь, что называется, скандальную славу. Я думаю, ею двигала ее писательская храбрость и человеческая храбрость, и гражданская храбрость, безусловные, ее любовь к ее городу, ее желание поговорить с нами. Но такие темы, на которые немногие осмеливаются говорить, и это очень тяжело, она ведь первопроходится, потому что нет такой традиции в нашей детской подростковой литературе. Да, ведь есть условно-реалистические традиции, есть некоторые правила, которые нельзя вроде бы нарушать, нельзя слишком расстраивать читателя, нельзя писать как бы слишком мрачные, трагические вещи. Но она осмеливается нарушать эти каноны, зато она наследует другой традиции. Вот, может быть, многих смущают элементы фантастики. Некоторые говорят, что это то, что называется, магический реализм. На самом деле это может быть вновь для российской, русской, ну, современной, по крайней мере, детской литературы, но это вообще вполне воне литературной традиции, романтической, если угодно. Или интересно это сравнить с новеллой Грина, Александра Грина-Красовов, где тоже голод, гражданская война, человек в невыносимых условиях, и он перемещается в мир некоторой фантасмагории, вымыслов, в такое инфернальное царство крыс. И это метафора того, что происходит с людьми. Потому что Яковлева берет очень трудный, очень жестокий материал. Это, во-первых, все страшное, о чем она пишет, не только балакады, конечно же, но и 30-е годы, да, и все это время. И это еще материал, который, ну, дышит абсурдом, потому что люди жили в абсурде, проживали свою жизнь в абсурде. И абсурдную и страшную реальность нельзя взять в литературе, мне кажется. Пусть можно, по-разному, конечно, можно. Но очень трудно взять реалистическими методами, да, которые неизбежно вот этот вот ужас как-то приглаживают, причесывают, да. Ну и просто это сложно об абсурдном говорить языком нормальности, да. Поэтому она специально берет элементы абсурда, гротеска, фантасмагории на такой странной какой-то фантастике, чтобы дать нам подойти к этому уже ушедшему времени и взглянуть на него каким-то необычным взглядом и увидеть то, чего мы по-другому просто не могли бы воспринять, наверное. С этой же целью, видимо, она выбрала вот форму такого повествования глотами детей, как бы детской и подростковой литературы, хотя это все меняется, как известно, Вальтер Скотт был очень серьезный взрослый автор в свое время, очень авторитетный, почитаемый, а человек переместился на полку подросткового или детского чтения, да. И разные истории происходят с книгами, но мне кажется, что то, что это повествование глазами ребенка, это скорее такой прием, да. Она позволяет и взрослому читателю вспомнить себя ребенка и посмотреть на мир взрослых с его жестокостью, абсурдом, с странными взрослыми играми, вот таким как бы отстраненным, непосредственным взглядом человека, который еще не включен в правила игры и видит непосредственно с одной стороны, а с другой стороны как бы открыт еще миру волшебного, чудесного, необычного. Да, бывают часто упреки, что вот человек, который не жил в те времена, берется за такие темы, он не знает материал, он не знает того, не знает сего. Мне кажется, что она просто очень добросовестно подошла к своей теме, да, это видно с первой страницы, с описания витрины. Да, я вот таких витрин никогда не видел, но я понимаю, что это написано, взято все не с потолка у Яковлевой, а что она изучила материал, она знает, что стояло тогда в магазинах, в витринах магазинов, да, и что она очень скрупулезно и с большой любовью все это изобразила, и все это очень достоверно, конечно же. Удивительным образом иногда потомки в каком-то смысле лучше видят и даже как бы лучше помнят, хотя это кажется странным, то, что происходило раньше. Вот замечательная история. Когда некий человек, переживший войну 1812 года, прочитал роман Толстого «Война и мир», да, он сказал, ну что же там Толстой написал, ерунду, у него Кутузов читает французский роман, но кто мог в 12-м году читать французский роман, это невозможно. Что же, этот человек умер, разбирали его библиотеку и нашли там французскую книжку с пометой владельца, читана в 1812 году в Москве, занятой французами. Он забыл то, что было в 12-м году с ним же, а Толстой неким чудесным образом вспомнил, что происходило с этими людьми. И мне кажется, что у Яковлева чудесным образом получается очень тонко вот разворачивать эту ушедшую ткань прошедшего времени, которую еще кто-то помнит, но которая уже достаточно отдаленная и чужая для современных людей, людей моего поколения. Она неким колдовским образом туда проникла, да, и весь этот, в общем-то, живой, дымящийся материал, соединенный с фантастикой, с гротеском, нам предъявляет и говорит, ну вот смотрите, вспомните об этом, да, не забывайте это. И в этом смысле мне кажется, что это еще в хорошем смысле замечательная мемориальная книга, да, этот некоторый памятник людям, которые тогда жили, страдали, погибали. Хотя там много мрачного, жестокого, кажется, что это может испугать читателя, там читателя, ребенка, подростка, но все-таки мне кажется, что это скорее, как считает и сам автор, выполняет защитительную функцию, да. Лучше со страшными вещами знакомиться через искусство, через книгу, нежели соприкасаться с ними в действительности, да. И такое чтение, оно дает человеку ключ к тому, как вообще надо относиться вот к таким страшным сюжетам. И там есть какая-то и надежда, и красота, и какой-то высокий смысл, который через все это проходит. Вот, и, конечно, книга эта, безусловно, талантливая, и надо только пожелать Яковлеву, чтобы она продолжала и написала оставшиеся три книги задуманного цикла. И вместе, как некоторые ансамбли, это будет совершенно замечательно, да. Потому что, конечно же, «Краденый город» — это не только книга про блокаду. Это часть некоторой длинной-длинной истории про людей, живших вот в те уже достаточно отдаленные годы. Именно так ее надо воспринимать. Да, лучше бы, конечно же, чтобы читатель сначала взял детей ворона, потом перешел к «Раденому городу» и дальше, 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 и шел бы с этими героями через годы. Я вот для себя такого приключения ожидаю. То есть я буду читать все выходящие книги этого цикла и жду продолжения. Вот так представили нам эту книгу в Москве, «Московское издательство» и «Московские учителя». По моим ощущениям, в Петербурге это как-то иначе воспринимается. Марина, выскажитесь, пожалуйста, про книгу и про свое отношение к ней. Потому что Марина очень такой хороший специалист по детской литературе. Именно. И контекстом вокруг, по-моему, владеет достаточно глубоко. Я на самом деле один из ярких противников этой книги. Издательство «Самогат», с которым я нахожусь в теплых дружеских отношениях, достаточно старых, знает об этом. В данном случае у меня претензии были такие суровые, наверное, как ни странно, не к содержанию, а с точки зрения именно конструкции, умения письма. И, наверное, скажем, такие были взрослые претензии у меня мрачные, когда вышла эта книга. «Дети ворона». Потому что у нас есть понятие, вот слово «мода», оно прозвучит так же ужасно, как слово «штамп» до этого. А есть некие тенденции, скажем, в обществе, называемые, скажем, веяния. То есть появляются, например, и вот это было в англоязычной литературе, я специалист по англоязычной литературе, когда были веяния, когда начали очень много писать о Холокосте. Это было задано, и вот это модой как-то нехорошо называть, но тем не менее в какой-то момент пошла такая ударная волна, и начали писать всякие романы о Холокосте. Вы все знаете, эти романы, они вошли очень активно в такой пул бестселлеров. Это «Книжный вор» Марк Сазусака и Джона Бойна «Майчик в полосах в пижаме». Эти книги были написаны людьми, которые, конечно, к Холокосту никакого отношения не имеют. Это просто авторы, качественные, английские, американские писатели, у которых разные жизненные опыты, и молодые писатели, ну, сейчас уже не молодые, и они берут, скажем, некий набор штампов художественных образов, стереотипизированных, в данном случае мы слово «штамп», вот эти подразумеваем. Из него строят некую новую конструкцию, которая находит отзыв активный по молодому читателю, современному читателю, да, скажем, современному читателю, потому что и Зусака, и Бойна читают разного возраста читателей. Я помню, как обсуждали, у меня есть знакомая еврейская семья, которая живет в Германии, часть жизни, обсуждали мальчика в полосатой пижаме. Он на них произвел какое-то сильное впечатление, хотя, в общем-то, они бы просто обсуждали, да, поскольку есть, да, некая зона дискурса внутри национального, и вот он также вошел. Вот, он был, кто-то читал эти книги? Достаточно сложно говорить с аудитории, да, они читаются такие, в общем, это действительно очень яркие бессиллеры. Вот, да, ну, в данном случае «Книжный вор» входит вообще во все пулы подросткового чтения любимого книга, да, коротко скажем, о девочке, которая, ну, да, спрятала еврейского мальчика, вот, и тоже она с такими мистическими местами, да, какими-то такими штуками интересными, вставками. «Мальчик в полосатой пижаме» вообще крошечная повесть, ее на самом деле вообще прочитать там, ну, за час, да, она написана от лица, от первого лица, немецкого мальчика, который не понимает, папа оставляет службу в Берлине, его супер-супер, там, фюрер отправляет куда-то, куда-то работать, в какое-то ужасное интересное место, вот, придется оставить, да, город, и друзей, и вообще, придется жить какого-то скучного вообще, тут заборы серые, и он знакомится, идет вдоль забора, и знакомится, видит дырку, ну, видит, что у забора с той стороны сидит мальчик, мальчик ползает в пижаме, и начинает общаться, они общаются, ничего какого-то экстремального у них не происходит, каких-то прорывов, да, душевных, мальчик не понимает, что с его другом, так же, как его друг, особо не понимает, что этот мальчик ему представляет, вот, интересный очень роман, потому что они оба сделаны не на педалирование, да, как должен чувствовать и что должен исторического понимать читатель по ту сторону страницы, они сделаны просто как история, ничем более, без каких-то особых претензий. У Джона Бойна вышла еще одна книга «Мальчик на решении горы», которая вообще, по-моему, просто разрыгивает современного русского читателя. Современные независимые издательства, они находятся в оппозиции к большому книгоиздательству, большого книгоиздательства нацелены на, как сказать, ну, в общем-то, на деньги, вот, и будет переиздавать много раз Астрид Лингрен и еще других разных известных нам писателей, потому что рождаются новые дети, им надо вот почитать обязательную программу, да, штампованную, опять же, стерипетизированную, которую знали родители, да, Драгунский Лингрен, вот. Вот, а независимая книга издательства нацелена на, скажем, некие высокие, да, миссии, но они тоже разные, там, издательство, кто-то действительно занимается развлекательным сегментом, а вот издательство «Самокат» и несколько издательств вместе с ним приняли какое-то решение и, вот, и поставили перед собой немного, на мой взгляд, такой, ну, пафосную, да, задачу, миссионерскую, да, рассказывать о разных сложных вещах. Разные сложные вещи, они действительно очень разные. Это может быть развод родителей, это может быть и то, что тебе не нравится твой младший брат, и ты хочешь эпизодически его убить, об этом тоже как-то неприлично разговаривать в детской литературе. Вот, и в том числе это могут быть сложные исторические события, да, это репрессии и блокады. Юлию Яковлеву я люблю очень, читаю ее с самого начала, я очень была в свое время активным подписчиком афиши, она действительно была обозревателем балетным, очень остроумным, и в свое время у нее выходили книги, они как раз были тоже детские. Одна была «Азбука балета», может быть, кому-то она попадалась, безумно прекрасная книга, а вторая была книга, она вот уже была о классической литературе, о каких-то новых, но потом это был прям тоже тренд целый, может быть, кто-то любит Генниса Вайля, да, как они тоже разбирали, потом была у Лимбуса, издательства «Лимбус» целая подборка, классическая литература школьная, давайте мы вам покажем ее как-нибудь интересно. Не переначивая на современный лад, но в частности, например, она говорила, представляете, ну «Азбука любви», да, она рассказывала о том, что вот, например, гибель Анны Карениной под поездом, это была суперэкзотическая смерть для аудитории той, да, то есть вот что, ребята, сейчас мы как-то, ну, все воспринимаем, да, тогда это было вау, вот просто, это же прям как в сопле ракеты сейчас человек бы погиб, вот. Вот, ну, и это, конечно, было забавно, она пишет легко, очень ярко, вот, поэтому у меня очень какой-то был начался когнитивный диссонанс, когда вышли «Дети ворона», мне показалось, а к тому времени уже начал складываться вот в обсуждениях в современной детской литературе, начали выходить уже какие-то книги, которые начали уже активно работать с темой, ну, самая известная была, вот с темой репрессии, это «сталинский нос», которую вообще никто не принял в русской, да, ее не читали ни дети, ни взрослые, как бы, да, вот, а потом вышла, и, в общем-то, по сути, сейчас, наверное, на мой взгляд, ну, сейчас уже нет, как ни странно, ну, да, вот, как-то уже какие-то новые тенденции появились в детской литературе, был момент, вот, да, 2-3 года назад, когда активно искали новую книгу о Второй мировой войне, в частности, о репрессиях, да, об историческом, вот, тяжелом наследии России для современного читателя, и пробовали, как издавать и старые разные книги, да, то есть это девичьи дневники, это, в общем-то, в основном дневники девочек, вот, ну, потому что аудитория, читающая современная русская, в основном девчачья аудитория, признаемся, да, книги для девочек остаются, вот, а, и, вот, а при этом у нас присутствует некая конкуренция, да, вот, западного опыта работы с темой Холокоста, вот, я вначале сказала о том, что это мы можем по-разному относиться к фильмам Шиндлера, двумя примерами являются русские современные комментарии, например, там, на всяких сайтах, к фильмам Билли Уайлдера, в частности, или Эрнста Любича, может быть, кому-то попадались эти фильмы, Билли Уайлдер, вы все знаете по фильмам «Джазе только девушки», вот, но Билли Уайлдер снял очень много фильмов за свою жизнь, да, 23 или меньше, в частности, у него есть фильм, называется «Шталаг 184», если я правильно не помню, если вы посмотрите сейчас в интернете, точно назвали, да, вот, который рассказывает о жизни в концлагере американских военнопленных, вот, и они живут, значит, как вы знаете, была, да, конвенция, ну, подписали американцы конвенцию о содержании американского военнопленных, и живут они, в общем-то, как-то даже вроде как бы, на современный взгляд, неплохо, вот, и фильм этот снят практически в 40-е годы, а семья Билли Уайлда, Билли Уайлдер еврей, австро-венгерский еврей, он очень, они еще снимали мимо кино, потом они уехали в Голливуд, и в Голливуде остались, потому что началась война, им было уже не вернуться, в частности, да, Эрнст Любич, вот, его учитель, вот, у Билли Уайлдера в Освенциме погибла вся семья, он не смог вывезти своих родных, и это человек, который видел эту войну, да, он был в Америке, но, знаете, когда у вас бабушка, мама и сестры умирают в Освенциме, вам есть, наверное, что сказать, но если мы посмотрим фильмы тех времен, обнаружится, что все снимали комедии, и русские, и американцы, и немцы, все помнят трофейный знаменитый «Девушка моей мечты», да, которую привезли немецкие, и вот снимают комедии, и Билли Уайлдер тоже снимал комедии, всю свою жизнь он снимает комедии, хотя казалось бы, да, что ему мешает развернуть боль своего сердца, вот, он снимает совершенно задорнейшую комедию о том, как американцы понимают, что у них взялась, в общем-то, крыса, которая стучит там куда-то, и, то есть через остроумные диалоги есть какая-то трагическая линейка, да, но, тем не менее, общая атмосфера фильма, он черно-белый, она достать, ну, он любил вообще черно-белый кино, общая атмосфера фильма, просто такая, кто-то сказал, давайте снимем об этом оперетту, вот, это действительно практически опереточный фильм, вот, с прекрасными мужчинами в стиле Панк Хампи Болгарта, да, такими, вот, и вот русские комментарии к этому фильму совершенно омерзительны, о том, что американцы только и знают, как оболгать, да, в частности, там есть, когда ребята видят, как привозят русских в лагерь, да, там есть эпизод, и они кричат, какие красивые русские женщины, вот, и вот там, значит, идет какое-то совершенно одно количество комментариев русских, современных, и это говорит как раз, на мой взгляд, о фильме-то, снят человеком, который имеет право снимать такое кино, уж гораздо больше, чем современные, да, ребята, одна. Это говорит для меня как раз о том, что сложилось некое, некий канон взгляда на войну и на события, но у нас пока нет канона взгляда на репрессии, да, потому что возвращение дискурса в 60-е, 50-е, 60-е, оно очень быстро канонизировало, да, вот какой-то, и вот, как бы, это тема табу, да, была долгим временем в русском обществе, тем более в разговорах с детьми, вот, а и сейчас, в общем-то, да, она как-то вот в одном пуле, да, идет с обсуждением темы войны, но если тема войны сложился у нас канон, о котором мы вот сейчас, мы почему так спорим, а потому что есть канон, а когда что-то выходит из-за канона, мы начинаем сразу раздражаться, это нормально, на самом деле это нормальное культурное явление, поэтому мы раздражались из-за вот этого ролика, который сняли дети, да, потому что у нас есть канон, нельзя говорить с накрашенными ресницами и в светлой одежде, даже вот это, это тоже входит все в канон, вот, это понятно, а вот о репрессиях у нас канона нет, и казалось бы, поле, да, вот оно, а вот игрока на нем нет достойного сейчас, я понимаю, что используя, наверное, не совсем привычные термины для разговора о каких-то культурных таких сложных явлениях, вот, но и вот дети ворона, это, наверное, один из первых таких бросов в тему, да, и проба, с одной стороны, с другой стороны, она меня шокировала, потому что, опять же, возвращаясь, простите, я действительно специалист по англоязычной литературе, ну, просто как-то вот так получилось, что мне понятно, о чем пишется, ну, мне комфортно работать с этим, но я занимаюсь сравнительной литературой летним, и занимаюсь, в частности, русской рецепцией. Мы все знаем сейчас во всем мире уже 20 лет еще одной книги, которая как раз подняла тему Холокост, и которая написана в жанре фэнтези, и все вы ее абсолютно знаете. Кстати, ее назовет? Которая была абсолютно для англичан на тему Холокоста. Все взрослые читатели абсолютно сняли с нее тему Холокоста и сказали, ну, тут все понятно. Вот, и дальше с ней было очень комфортно работать педагогом, и что, собственно, вызвало ее дополнительную популярность, да, потому что с ней очень было удобно работать, потому что в ней все просто... Это Гарри Поттер. Вот, Гарри Поттер для англичан – это тема Холокоста. Приходит темный властелин, который говорит о том, что кто-то не такой, как ты, и мы должны их уничтожать, они должны работать на нас. Это, в общем-то, аллюзия на Третий рейх и на доблестных англичан, сражающихся с Третьим рейхом. Вот, когда у меня был опыт семинара с детьми, сланцевские дети, это, может быть, кто-то знает библиотеку Горды Сланцев, школа детского чтения очень известная, они очень много ездят по Ленобласти, у них есть свой буквей, да, книжный путь. Вот, и когда... То есть это дети, как бы, ну, как сказать, прокаченные, да, то есть они привыкли, что с ними работают педагоги, они сами очень много читают, они могут выстроить, говорить какие-то иллюзии. Вот, для них было потрясением вдруг осознать, что это действительно тема о войне, да, что это может быть действительно Волан-де-Морт, это некий омаж на Гитлера, вот, и, в общем-то, на власть Третьего еврейха, да, что маглы, это те же евреи, вот, и, в общем-то, как бы, это когда вот случилось, да, когда я видела, что они это увидели, поняли, они были потрясены, вот. И вот, когда Юлия Яковлева в ролике своем использует аллюзии на что-то уже известное, да, Нила Геймана, как бы, Нил Гейман действительно автор фэнтези, но он ни на что более не претендует. Это очень удивительно, да, для творчества, в общем-то, современного фэнтези, автора готического, у него действительно, да, страшные истории, может быть, кто-то смотрел Королину, может быть, кто-то Королину в стране кошмаров, да, по сути, это, в общем-то, фрейдистская такая история, да, аллюзия, опять же, на лесу в стране чудес, в общем-то, девочка и ее страхи, дети их воображаемые друзья, дети их воображаемые игры. Вот, Юлия Яковлева, на мой взгляд, ну, то есть, я читаю эту книгу и думаю, о, ну да, вот есть некий дискурс, активный вокруг современной детской литературы, он вот активный, его можно прям поднять, знаете, слои снять и посмотреть, и вот у меня было ощущение, что дети ворона были суммой слагаемых из дискурса современного вокруг независимой детской литературы. В моде то, 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 ну, в моде, опять же, слово такое не то, но в тренде, да, вот есть еще одно слово, тренд, да, то есть вот то, то, то. Мы можем строить аналоги на том, 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 да, дети часто приходят и говорят, мне нравится, они жанровую литературу любят читать, мне нравится фэнтези, и вот мы, значит, всем фэнтези мечем, потому что вот они подсели на какой-то жанр, и вот как люди там, ну, господи, взрослые люди устают от жизни, им проще там детектива, да, все им читать детектива, вот, и дети очень любят современные фэнтези, потому что, безусловно, 20-й век начался, да, под гидой фэнтези, и, в общем-то, по-прежнему фэнтези держат, это лидерские позиции, вот, и детям удобно фэнтези считать, потому что фэнтези, жанр, да, эпоса, он очень такой конкретный, у него есть хороший герой, у него есть антагонист, который надо победить, потому что антагонист преследует очень такие цели, убить всех, вот, победить, и, значит, с ним надо сражаться, это будет сумма друзей, да, которых тоже можно по типажам раскидать школьным, и всем дружно сражаться, отлично вообще, там все разбирается очень хорошо, и детям это очень хорошо, комфортно с этим работать, вот, плюс это мера ухода, да, эскейпа от обыденности, потому что там существует некая фантастика, не то, как обычно, и при этом присутствует, да, обязательно какая-нибудь школа магическая, ну, или какие-то знакомые, да, какие-то точечки, вот, и вот, вот Дети Ворона, она удивительным образом, то, что я общаюсь с детьми, я не знаю, кому она нравится, она не нравится детям, они ее не считывают, они ее не считывают ни как книгу о репрессиях, и не считывают как книгу фэнтези, потому что там не такое фэнтези, которое канон, да, потому что канон фэнтези тоже существует, фэнтези очень канонический жанр, вот, она не отзывается у них на какие-то тонкие такие вещи, которые, например, называются Нилгейм, да, когда, ну, история о воображаемых друзьях, то есть в ней сумма всех кучи слагаемых, вот, мне показалось, что это такая нарезка из всего, что есть сейчас в литературе, такая, вот, с другой стороны, я не думаю, что Юлия Аляковлев действительно сидела и думала, так, значит, надо обязательно ввести фэнтези сюда, вот, это обязательно, это сложно представить такого писателя, это очень тяжело так работать, вот, то есть в данном случае это скорее было действительно влияние, знаете, ну, как бы, вот, учителя же между собой общаются, так же общаются люди, там, театрала, да, и все что-нибудь знают, и вот точно так же Юлия Аляковлева в какой-то момент, да, действительно уходит в критику, она же в некоторое время на «Медузе», да, там писали на каком-то, то есть она отсмотрела какие-то тенденции, поняла, что ей это интересно, она может что-то сработать, да, вот то, что она думает, что, что она носит в себе, как раз может лечь, лечь вот в современный какой-то детский вот этот контент, и у нее может получиться действительно интересная книга, вот, и с одной стороны мне с ней очень сложно работать, потому что она мне не понравилась с точки зрения каких-то русскоязычных, да, вещей, то есть каких-то просто писательских, я бы там, как редактор бы, то отрезала то, поработать, довела бы вот эту линеечку, с другой стороны их обещано пять книг, и может быть, да, та линеечка, которая потеряна вначале, вдруг выскользнет где-то там, но мне, как читателю, это непонятно, ну, почему, пусть все отработается в одной, а вдруг не будет продолжения, да, мы же не верим, что продолжение будет, а вдруг неуспешно и не будет, вот, я не мог, я, ну, вот с другой стороны, да, как человек здоровый, я не могу сказать, что уничтожьте эту книгу, этого не должно быть ни в коем случае, мне нравится, что эта попытка поработать с какими-то вещами, вот о чем я говорила, как с художественным наследием, но, с другой стороны, для меня, вот, после этой книги возник как раз тот самый вопрос, а как работать с репрессиями, да, то есть, у нас нет русских книг, современного русского языка, вот то, что мы говорили, мы не знаем, как об этом разговаривать, и вот, на мой взгляд, мне кажется, была бы потрясающая как раз опыт англоязычной работы с темой Холокоста, абсолютно реалистичной, либо абсолютно фантастической, но очень простой, а здесь такая вот, да, середина получилась и то, и то, и, на мой взгляд, вот как раз, ну, наверное, я не могу назвать ее неудачно, одестно, получает много премий, да, но мне кажется, это работа издательством, очень хорошая. А если касаться краденого города? Ой-ой-ой, вот, мне просто о блокаде тяжело говорить, потому что, ну, в том смысле, что это опыт не моей семьи, да, моя семья просто перенесла тяготы войны, да, но в тыл, да, их увезли, да, скажем, и нет у нас, ну, как-то вот, да, вдруг ты понимаешь, что заступаешь на какое-то минное поле, вот, но это все, ну, опять же, вот фантастика, с одной стороны, для разговора о блокаде была бы интересной, потому что вот отсылка учителя на Гоффманс, вот эти романтические, фантастические, да, что действительно у людей возникают какие-то, вот, ну, я, например, понимаю, что есть, опять же, ну, я думаю, как сказать, ну, не нравится мне книга Юлия Яковлевна, я не могу об этом говорить, я не могу их защищать, не могу говорить о них плохо, потому что это неприлично, говорить о книге плохо. Просто интересно, чем мне нравится. Я хочу задать вопрос один на уточнение, Марина. Вы сделали в абсолютной фэнтези, которая вдруг оказывается в конце реалистичной, да, что дети просто делали скейп, помните, это классический ход же в детстве. скейтеросный ход от реальности. Да, да, то есть детям настолько тяжело жить. Так это же уж про войну вообще, на самом деле, фильм по второму раму войны. Им настолько тяжело жить, что они придумывают фантастический горь, как Мурашова, да, в свое время сделали в классе коррекции запертые дети, которые вообще-то просто им настолько чудовищно живется, что им проще какой-то крапивинский мир повернуться. Ну, хроники, нарвники и класс коррекции, они сделаны правильно с точки зрения литературы. Вообще Дженни Радари это в свое время описал, да, он же просто предложил конструктору, как создавать фэнтези. Да. Некие правила литературы существуют. Я, наверное, пытаюсь вежливо сказать то, что существуют некие правила литературы, с которой в детской литературе не просто они не штампованно стерапевтизированы, они просто реально в ней работают уже много лет. И вот они здесь как бы нарушены в угоду взрослой аудитории, да, которой хочется поклониться и сказать, смотрите, какие мы молодцы, мы пытались поговорить с детьми. Но они не срабатывают на детях. Хроники на армии, если вы вспомните, это военный текст. В Лондоне идет война, да, и дети уходят в шкаф, действительно. Вот. И вот этот потрясающий небольшой кусок, да, вот он такой просто на шкаф. У нас тоже уходит в шкаф, надо сказать. Валит, я хочу вот что уточнить. Смотрите, предыдущий проект, который мы обсуждали, да, они, собственно, почему мы их объединили в одном семинаре, потому что они оба используют тему блокады для как бы достижения каких-то своих целей, да. В детских теленовостях мы видели, как дети отрабатывают телеформаты на вот таком вот материале, но почему бы и нет. Из вашего разговора получается, что здесь попытка создать детское... А? Из моего депрессивного монолога. Хорошо. Попытка создать там, ну, успешное, модное детское произведение тоже на теме блокады. Ваше личное мнение... Это поиск языка просто, ну, поиск современной книги. То есть, современной книги на сложную тему. Это одна из попыток. Так же, как была у Ельчина, так же, как, ну, а, собственно, больше и никого. Вот. Потому что у нас отсутствует... Это, ну, некий... Вот, ну, есть понятие соцзаказа, он просто прозвучит. Есть заказ-госзаказ, да, сверху. А соцзаказ, скажем, некие требования общества. Там, дайте нам книгу на тему, да, вот. И вот, как бы, это такая некая попытка, первая, одна из первых русских попыток написать современную книгу современным автором, да, вот, на старую тему, да, которая, мало того, на ней наложены табу и канон, да. То есть, попытка разрушения канона. Да. Здесь попытка разрушения канона, но по сравнению с теленовостями с другой стороны. То есть, если теленовости разрушали, везде ставят знаки-плюсики, да, что вот это было хорошо, и от этого мы испытываем диссонанс, глядя на то, что на самом деле мы знаем, как там все было плохо, да, и то, что вы нам сказали, да, что вот они пытались показать, как все было на самом деле. Ну, вот, мне кажется, что было немножко не так, как там было показано, а так и здесь, да, только с другой стороны. Попытка показать, как все было на самом деле, через фантастику при этом, и не с плюсиками, а с минусами. Здесь такое, в общем, исключительно мрачное существование города, там нет вообще ничего позитивного, за исключением отдельно взятых детей, и это такая другая крайность. Да? Миренна, прошу вас, вы хотели... Я не знаю, тут вот, на мой взгляд, вообще тут проблема автомат. К сожалению, я так понимаю, вот, коллеги, по-моему, практически никто не читал, к сожалению. Да? То есть, поэтому очень, очень сложной ситуации, потому что нету оппонента, и очень стыдно. Я могу вам сказать так. Пожалуйста, да. Я читала, у меня сложное впечатление сложилось об этой книге. Поделитесь. Татьяна Михайловна, Францентрового центра. Я когда стала читать, с одной стороны, в общем-то, достаточно было интересно, а с другой стороны, всего слишком было много. Я вот так сказала. Вот у меня создавалось такое, да, слишком много навороченное. С одной стороны, да, очень интересно начал автор, но чем дальше, но может быть, вот если как взрослый человек, дети пытались уйти. Я уже стала выстраивать свою версию. У них психологические стрессы, когда вот эта мебель двигается, что у них что-то психологическое началось. У меня не началось, что они ушли в страну. Я уже выстраивала немного другое, что у них что-то с психикой началось. Вот у меня такое началось влияние. Это не уход в сказку, а уход в описание просто медицинского приезда. Это психологический стресс. Это тоже всех повергает в страну. Это все. Но если 12+, тогда я боюсь, что… Нет, она как бы она старше. Тогда просто она не дойдет до наших читателей. К сожалению, большое. В смысле, они не захотят на книгу читать? Нет, нет, нет. Там проблема в том, что… Детская библиотека. Детская библиотека по законодательству родители. Родители отвечают за детей. Мы не можем знать, как родители отреагируют на эту книгу. Она может быть великолепна. Она может вызвать совершенно различные моменты. Вам она может нравиться, кому-то другому нет. Если бы там стояло хотя бы плюс 16, мы могли бы ее поставить. То есть мы вообще не знаем, как. Поэтому пока ее нет, я могу ее купить, но гарантировать, что она вот будет стоять, надо не иметься, что это будет читальный зал. Если там плюс 12 стоит… Спасибо. Читальный зал. Ваше мнение, да? Читальный зал. Я бы вас представила, Светлана, научный сотрудник. Это читальный зал. У меня тоже какое-то очень сложное впечатление от этой книжки осталось. И вот мне как раз фантазийная честь показалась много навороченной. Можно было бы как-то, наверное, чем-то ограничиться. Мне показалось, что она вообще какая-то лишняя. Она куда-то уходит, совершенно непонятно куда. И вот тот сюжет, который мы посмотрели, да, сложная тема. С детьми надо говорить, у нас нужны темы. Но при этом то, что Ассорина, собственно, в прошлом семинаре говорила, надо показывать выходы, да, какие-то положительные, как себя вести в этой ситуации, что делать. А здесь мне показалось, вот, хоть бред, да, то есть вот такого позитивного выхода автор никакого не показывает и не предлагает. Поэтому, да, страшно, 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 но вот в картину можно уйти, да. Ну вот, и все. Мы же ничего. Какой-то психологический нагло. Спасибо. Я для себя даже записала какие-то вещи. То есть вообще книга для взрослого, да? То есть которая пытается, и когда писанная взрослым, которая пытается сымитировать детскую литературу. А вот как бы, вот мне кажется, вот я бы себя вел, если бы я была вот в таком возрасте, в таком месте. То есть вот чисто, как детская литература, вот если честно, совершенно не понравилась. При всем при том, что я хочу подчеркнуть, что мы достаточно циничные родители. И вот мои дети в 10 лет прочитали класс коррекции. Маша сама пошла, специально выбрала себе книжку, да. То есть и для нее это было нормально в 10 лет, и это было интересно и важно. Сейчас, да, вот ей сейчас 15 лет, она сейчас очень ругает класс коррекции. Потому что она говорит, что это неправда. Ну просто вопрос в том, что мы столкнулись вот с детьми, с проблемами развития. И она говорит, она очень мягкая, она уходит в фантазию, и это неправда, это нельзя. Тут очень интересная вещь. То есть вот когда вот про класс коррекции, более знакомый на всем книге, что говорят вот мои вот эти 14-15 летние дети. Они говорят, понимаешь, какая вещь. Когда мы уходим вот в рассказе о проблеме в фантазию, мы перестаем решать реальные проблемы. То есть вот на примере вот детей с проблемами развития, мы к ним относимся все равно как к животным, но просто зверькам с той шерстью, которую можно погладить. А не с таким же людям, как мы, с которыми нужно. То есть у них есть друг, у которого ДЦП очень сильной степени, он общается через компьютер. И она говорит, ты знаешь, я вообще не хочу с ним общаться. Я говорю, почему? А он эксплуатирует себя. То есть вопрос в том, что вот эта книга, она написана для детей дураков, которые ничего вообще не знают. Но самое главное, что она еще и написана про детей дураков. То есть вот вспомним советскую литературу, там были успехи или не успехи, ну там Алексина и так далее. То есть мы же привыкли к тому, и, наверное, это хорошо, как мне кажется, на самом деле и в английской литературе, что дети, про которых мы читаем, ну та же самая Лингрен, это дети, которые обладают какими-то особенностями, которые нам интересны. Они там или самые сильные, или хорошо описывают действительность, или еще что-то. А тут дети, которые, ну понятно, что с ними вообще взрослые не разговаривают, они не ориентируются в действительности, как бы, что в первой, что во второй книжке. Несчастные дети. Но тогда они должны как-то ориентироваться сами по жизни. То есть это 30-е годы, начало вот этой книжки, вот второй краденый голос, да, это же дети самостоятельные. И тут мальчик, да, он говорит, а что, хлеба нет, удивился Шурка. Видно, у тети Веры из-за госпиталя совсем не было времени ходить по магазинам и готовить. Ребята, блокада началась. То есть вообще, а где этот мальчик живет? Он не ходит в школу, он не ходит на улицу, он смотрит, наверное, сидит и играет в игры в компьютер. Да, второе. Он расписывает, какой чудесный был рынок с поросятами, со свиньями и со всем остальным. Вы знаете, если честно, я села специально проверять просто, да. То есть, понимаете, короткая финская война, это было очень страшное время, от ноября 39-го до марта 40-го. Тогда в Ленинграде исчезло все, кроме хлеба и чая. На полках был только хлеб и чай. Люди вставали в 4 утра, были страшные морозы, ну и так далее. И затемнение, требовали жуткие затемнения. И стояли в очереди на этом страшном морозе, когда откроются магазины, чтобы что-то перехватить. Извините, известная книга Лебина и «Повседневная жизнь Ленинграда 20-30-го года». Лена, я вас прерву на минутку, потому что вы подтверждаете мне страшную догадку. О том, что, если вы заметили, Дмитрий Ермольцев, московский учитель истории и литературы, начал свое выступление и как основной плюс он привел правдивость этой книги. Что вот она такая, и вот так именно выглядели витрины, а книга начинается с описания кукольных витрин ДЛТ. И я вот слушаю Дмитрия и тоже в теплых отношениях, как и Марина, находясь с издательством «Самокат», обсуждая с ним, зачем они это сделали, они вот все время говорят о том, что это московское издательство, что она очень много изучала блокаду и репрессии, это все правдиво. И вот получается такая довольно, на мой взгляд, страшная вещь, что для детей, которые не живут в Ленинграде, в Петербурге, не имеют возможности, как даже ученики детской школы, студии ОМ, сходить на линдок, побывать в музеях, посмотреть эту всю тему. Ну, для московских детей, потому что это прежде всего московская аудитория. Вот эта книга оказывается документом о блокаде и документом о ленинградских репрессиях. И вот то, Марина, о чем вы говорили, что как художественное высказание, она не воспринимается. Она воспринимается как документальный источник, и это получается такой лживый документальный источник. То есть это вообще довольно, ну, конечно, мы все прогрессивные люди, не призываем сжигать книги и запрещать их читать. Нет, ни в коем случае, но, на мой взгляд, это такая вот очень опасная, манипулятивная и довольно страшная в этом отношении вещь для тех, кто действительно не имеет возможности как-то это узнать. И более того, да, вот мы пытались вот как бы выставить с ребятами и говорить, понимаете, то есть вот как бы они, ребята, которые были вот с этой школой, да, они пытаются с этим работать. Они вообще сами молодые, как бы, да, они формируют этот язык. А тут, как бы, вот книга, которая манипулирует, вот не только вот знанием истории, как бы, да, она манипулирует вот тем, чем ребята не стали, они не то, чтобы не рискнули, сразу поставили, сказали, вот про это говорить не будем. То есть там, знаете, там есть чудесное наметное людоедство. Нет, 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 в том-то и дело, понимаете, я тоже так, о, и предоедствует, ой, нет, это слониха Бетси, понимаете, нет, но начинается, нет, но это уже чуть позднее, а заканчивается, и ты уже проезжаешь это, думаешь, о, только слониха Бетси, а потом дворничка с топором. Да, нет, там прямым текстом говорится. Я еще раз говорю, то есть ты едешь, то есть она манипулирует сознанием читателя, причем взрослого человека, который, ну нет, нормально, тут ничего, и вот, понимаете, то есть... Там у Стивена Кирга, а, нет, прокатилась. Да, да, я про это говорю, а, опа, и не прокатила, да, то есть это вещи, которые просто этически делать нельзя по отношению к блокаде, как бы, да, то есть вопрос не в том, что как ругали блокадную книгу Гранина, да, что вычеркнуть эту главу о людоедстве, да, вопрос не в этом. А вопрос в том, в рамках которых можно использовать или нет, и, собственно, с возрастом, да, с которым мы это рассказываем или нет. То есть вот, как, простите, я опять цитирую, да, как говорят мои дети, история должна быть или правдива в своей аутентичности, или она должна быть сказочна в своей сказке, да. А там даже сказки-то нормальной нет. То есть там просто в какой-то момент идет помутнение сознания. И игра с этим медведем без всякого выхода. Он дальше потом какой-то пересказ щелкунчика вот этой вот страны феи, да, вот эти вот карамельные феи и так далее, когда там он разговаривает с другими персонажами, игрушками, да, как хорошо бы там детей куда-то забрать или отпустить, а потом обратно вваливается в реальности. Но я не знаю, при всем при этом, пусть растут все цветы, и самое странное, да, что действительно московские вот мои друзья, они все в восторге от этой книги. Просто я думаю, что это вот то, вот то, чего я начала про Бергольц, да, в Москве не знают, что такое дистрофия. То есть оно начинает докатываться вот таким вот образом, ну хоть таким образом. Потому что если они пойдут гулять по президенту, у них и отказа к ней не будет. Конечно. Наталья Смирнова, дайте подкачей. Вы скажите, Наталья, вы так хорошо писали, да? Там есть еще один такой момент к вопросу о неправде. Вот дети бегают по городу и спрашивают у всех, а где такая улица миллионная? Дети тех лет знали, как назывались раньше улицы. Даже те дети, которые родились после войны, что можно видеть, кстати, в дневнике Лены Мухиной, которая называет старые названия, хотя она родилась в 1924 году и не в Ленинграде. Ленинград нам приехала. Разумеется, но для моей бабушки Керочная всегда была Керочная. Есть три хорошие примера, да? Вот если вы вспоминали «Мальчик в полосатый пижаме», на мой взгляд, очень нехороший фильм, потому что не вызывает... И книга самая хорошая. Я просто на примерах фильма, потому что я даже ролики заготовила. И есть «Лабиринт фауна». Очень тяжелый, очень жесткий, и понятно, что это на молодую аудиторию, а не на детскую. Но там тоже, как в «Хрониках Нарника», в «Гарри Поттере», там есть полный уход в сказочную реальность, которая объясняет вот эту жестокую действительность, потому что никаким иным способом объяснить это подростку нельзя. Да, зачем это прием? Да, их очень много, да? Да. То есть и там очень хорошо это исполнить. У них происходит какая-то сложная история, у них обламывается психика, и они попадают в свой сказочный мир. И в конце прием классической композиции, когда мы возвращаемся в реальный мир, такие как ужасно, все случилось-то на самом деле. Вот, да, и в общем-то, да, здесь он не происходит, потому что, как бы, ну, на мой взгляд, может быть, ну, мир еще надо уметь создавать. Вот, да? Да, тем более у нас столько конкурентов, но при этом у нас есть, да, некие аналоги, ну, я попростите, что опять «Гарри Поттеру», которому тоже может быть сложное отношение, аудитория. Ну, тем не менее, книжке уже 20 лет, да, практически, вот, и ее, ну, в общем-то, уже современные ребята воспринимают ее как книгу, которую читали старшие братья и сестры, да, то есть к ним уже вошла. Вот, и насколько, да, в общем-то, абсолютно, да, сказочный мир сделан, да, то есть двойной, а игра все та же, и все работает, ну, как бы, да. Спасибо. Пожалуйста, Света, да. Честно говоря, меня еще очень смущает вот какая-то мысль, которая, собственно, в названии указана. Краденый. 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 Мне просто как-то от нее не по себе, на самом деле, становится, потому что если транслировать, да, вот, собственно, да, за что вам все эти мучения, там, правда-неправда, это уже другое, там, да, историческое, то есть сгусток как раз вот, ну, страдания, да, и то, что известно, там, не всегда лишь, там. Ну, вы, наверное, поняли, о чем я говорю, да, вот, что все это, потому что это не ваш город, вы его крае. Вот, мне кажется, что это очень нехорошая мысль, ее не надо транслировать современным детям, и это неправда. Меня тоже это очень покоробило, я тут полностью вас поддержу, вас нет? Ну, мне вообще кажется, что, ну, идет поиск виноватого, да, никакого общего зла, потому что, с одной стороны, опять же, учитель бросает прекрасные фразы, говорит, что люди жили в атмосфере абсурда, и злота, ну, внутри каждого человека, да, из любого доброго. Учитель книги? Никто не является, нет, вот, учитель, который в ролике говорил, да, то есть он говорит, говорит, это все как и про какую-то другую книгу, мне кажется, вот, то есть те же книги о репрессиях, да, которые начали возвращаться, да, ну, с Лидией Чуковской, вот она, вот, как атмосфера абсурда, передает такую маленькую повесть, не надо наворотить, да, много слов, чтобы показать, как можно угломать одного человека, единственного, вот, и вот это, мне кажется, важно, да, что в репрессиях абсурда, у меня просто есть опыт очень интересный, эту книгу очень мало кто знает почему-то, это как раз работа с историей блокады, в чистом художественном виде, да, без каких-либо там, каких-то, очень коммерческая работа, может быть, кто-то знает книгу, так, Дэвид Бенеофф, кто-то знает, кто этот человек, Дэвид Бенеофф, это продюсер «Игр Престолов», и Дэвид Бенеофф в своё время написал книгу под названием «Город», она должна была быть сценария, ну, дальше должна была стать сценарием для фильма, но, который Бенеофф пока не снял, и, вот, я очень хотела купить права на меня Тимур Бакмамбетов, потому что это русская история, у Дэвида Бенеоффа бабушка и дедушка блокадники, вот, они переехали, они мигранты, живут в Америке, и Дэвид Бенеофф очень факто в какой-то момент решил написать сценарий, да, в облакарном Ленинграде, и он приехал к бабушке и дедушке, и они очень долго сопротивлялись, это по его рассказу, очень долго сопротивлялись, и не хотели рассказывать, говорили о том, что история для них сильно тяжёлая, однажды они сказали, всё, ладно, приезжай, это будет один вечер, он поставил, естественно, диктофон, всё записал, а ему нужны были очень конкретные вещи для его книги, то есть, естественно, топография города, да, то есть, по которой передвигаются персонажи, какие-то основные, ну, какие-то сюжетные сцепы, да, то есть, ему надо для конкретного, у него был конкретный сюжет придуман в голове, ну, надо было, чтобы герои передвигались по городу и сталкивались с какими-то конкретными препятствиями, и бабушка и дедушка ответили, что могло происходить, вот, на её взгляд, на блаканном Ленинграде, что они могли бы встретить, эти персонажи по каким улицам ходить. Дальше он начал поднимать документы, обнаружил, что почти все говорят, ну, действительно, да, с рассказом бабушки и дедушки совпадает, и, в общем-то, он пользовался только их рассказом, вот, книжка нигде не позиционировалась, её издали издатель Терипол, но при этом по Озону она занимала первое место по продажам среди мужской аудитории, так вот, да, были какие-то такие забавные цифры, вот, а найти её, в общем, достаточно сложно сейчас, вот, в идеале она называлась «Город воров», вот, у нас её перевели как «Город», вот, и это набор прям штампа в штамп, Ганн, герой, 15 лет, он сын репрессированного еврейского поэта, вот, и в их дворе падает немецкий, подбитый немецкий самолёт, они бегут мародёрствовать, их сразу всех за мародёрство, обязательно в кресты, никуда-либо, обязательно в кресты, не в какую-то другую, да, где он встречается с мальчиком-диссертиром, 19-летним, который бежал, чтобы, вот, он очень тоскует по девушке, девушка у неё, конечно, балерина, он к ней пришёл, она уже умерла, вот, и заходит, значит, человек, офицер и говорит, «Господи, как вы мне надоели, ну, они оба подлежат расстрелу, но он говорит, я не буду вас расстрелить, у меня дочка собирается замуж, а жена у меня, подумаешь, блокада, мы должны спечь торт, всё должно быть как у людей, а где эти яйца, это непонятно, найдёте мне тридюжные яиц за три дня, отпускаю, отдаю карточки, не найдёте, всё равно вы умрёте без карточек в этом городе, без документов, вот, и вот за три дня у них квест, вот схема очень простая, вот квест, они носятся к этому городу, им надо найти тридюжные яйца, они начинают ходить, ну, чёрный рынок, какие у нас могут быть места, вот, да, чтобы найти тридюжные яйца в блокадном Ленинграде, вот, дико вообще, дико страшная книга, кто смотрел «Игры престолов», понимает, там будут распиленные голые женщины, там будет вообще всё, просто полный боенабор Бенеофа, вот, и при этом читается она просто, это триллер такой, настоящий экшен, без каких-то фантастических, да, но при этом это вот набор страшилок в блокадном Ленинграде, вот, и при этом Бенеоф, это, в общем-то, человек, профессиональный сценарист, который пишет историю, которая должна продаться, которую должны посмотреть люди, которые никакого по отношению к блокадному Ленинграду не имеют и просто смотрят историю, просто кино, ну, кино их пока нет, вот, а книга есть, вот. Почему воров-то город? Они крадут яйца. Они, ну, они варьё, ну, по сути, да, я, кстати, вот сейчас уже не помню нашли они эти яйца, самая ужасная история, естественно, как, чем заканчивается, она переносит яйца, а один из них, действительно, гибнет, правда, по дороге, вот, они приносят яйца и обнаруживают, что вся кухня забита кучей продуктов, вот, то есть их было много таких ребят, которые не сняли эти яйца, вот, то есть, по сути, это, конечно, культурологические аллюзии, да, на, опять же, да, некое манипулирование пешками, да, этими людьми, причём сами там, ну, в общем... Но при этом это всё равно какая-то более такая реалистическая история, чем мистический смысл. И на самом деле, да, перечитываю грани, я вдруг натыкаюсь, и я прям вижу этих персонажей, которые несутся по этим улицам, и вот, как ни странно, родить, бабушка и дедушка подарили вот этот странный, да, совершенно, и для нас, конечно, это абсолютно разрушение шаблонов, но не один взрослый, это книга абсолютно, собственно, 18+, вот, и я давала читать очень многим разным людям, я давала читать, честно, я даже скажу, я не давала читать, я их бы давала, да, у меня был в своё время очень долго книжный магазин, взрослый, вот, и подростковый, вот, и совершенно разная аудитория приходила, совершенно разного культурного образования, и она понравилась практически всем. Не было ни одного человек, который сказал, люди говорили, ну, да, да, там, конечно, не так, как у нас обычно пишут, но история отличная, вот, то есть, и всем было как-то неловко, что они прочитали эту книгу, где спрещались чем-то, знаете, запрещенная литература, вот, нарушение канона доставляет иногда удовольствие, когда это сделано мастерски, вот, я это, вот, на городе Бенёв это видно блистательно, а канон, он существует, Бенёв, конечно, подрывает его, ну, просто сам по себе человеком, да, который создаёт произведение, вот, да, но при этом он сделал это так хорошо, что у нас не возникает сопротивление материала, да, то есть мы говорим, это хорошо, это сделано хорошо. Спасибо. Ещё какие-то мысли, комментарии? Плохо. Просто плохо. Я честно пыталась найти в городе Петербурге человека, готового выступить в защиту книги «Краденый город». Я могла выступить в неё в защиту, я понимаю, для чего она сделана. Это понятно, да. Почему изнательство защищает эту книгу до последней капли. Нет, ну, правильно, что... Это единственное, действительно, сегодняшний день, если бы у нас было много книг, мы могли бы равномерно, очень, ну, мы могли бы её как-то оценить. Современных, я не имею в виду, это же современные попытки. Нет, на самом деле проблема, я тоже об этом размышляла, очень много переизданий старых книг, которые... Это старые книги, они сейчас... Ну, проблема понятная, потому что там много всего. Но дело в том, что они все присутствуют на современном книжном рынке, и когда родитель выбирает, а всё равно детские книги часто выбирают родители, да, у него большой достаточно выбор. И то, что кукла там, или, не знаю, мальчики 41-го, или там что угодно другое, да, они все вот сейчас в хороших тоже красивых обложках, а многие изданы даже самим самокатом в других сериях, да. А тут, конечно, кажется, что они все современные. По большому счёту, вот тех живущих ныне писателей возраста Юлии Якулевой, да, которые говорили бы на эти сложные темы, у нас нету. А у нас, при этом, есть успешный один пример, Веркин, который ромает канон Второй мировой войны. А облачный полк, вот это сделано хорошо, это очень, очень текст, который не наворочен ничего лишнего, хотя он тоже, да, делает там всякие, это уход мальчишек, просто роут-кулдер. В данном случае, понимаете, вот возникает вот этот диссонанс. В Москве книга воспринимается как документальная, хотя она заявлена как сказка, да. Причём активно позиционируется как фэнтези. Ты же любишь фэнтези, говоришь, понимаешь, что вы читаете. Почему тебе не нравятся? Да, 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 да. Может быть, ещё какие-то мысли? Мне кажется, что много мыслей, вопросов больше, чем ответов, но, наверное, это неправильно. И поскольку она единственная, вокруг неё мы разговариваем, как и единственная, да, и, конечно, она будет пользоваться популярностью, это нормально, потому что, в общем-то, и не с чем сравнить. Ну, с другой стороны, меня успокаивает, что, на самом деле, там блокады так мало вообще, если честно, это вообще настолько она ни о чём. Мне тоже очень нравится наша критика о герое, потому что я когда читала, думаю, книга-то для кого? Девочка-подросток, которая не заявлена как девочка-подросток, мальчик с 10-летней, но книга для постарше, так он, а дети не любят читать. Что ты, ну, 10-летний пацан, да не буду я это читать, когда мне уже 12. Да, ну, там, на самом деле, там блокады практически нет, там нету истории, да, мы привыкли, что есть связанная картина мира, там нет вообще никакой картины мира, там отдельные какие-то куски, которые раздражают, потому что ты как раз её знаешь. Ну, так потому что ты знаешь, если вы почитаете здесь рецензии, там как раз говорится о том, что это вот страшная история глазами ребёнка и настоящий 20-й век перед нами. Дорогие коллеги, большое вам спасибо за участие в сегодняшней дискуссии, мне кажется, она была полезной. Да, коллеги, и я вас очень прошу, приходите к нам в музей, у нас на Фейсбуке будет регулярно вывешиваться, у нас уже, когда будет, Слава, когда мы говорили про вашу лекцию? 4 мая. 4 мая, в 16.30 у нас будет лекция, дело в том, что кроме вообще детской литературы, у нас вообще есть проблема взрослой литературы или взрослого рассказа о войне, да, потому что вот, ну, как бы рассказ вообще о военных операциях, это очень сложная вещь, очень малопонятная и так далее. Вот мы сейчас вот, соответственно, со Славой Вячеславом Усуновым, мы организовали такую серию лекций, вот она будет первая по истории Второй мировой войны, а в конце мая у нас будет презентация его новой книжки, так что смотрите.